сейчас все доделаем так так вроде должно быть закрытые микрофоны когда кто подключится настроим камеру хорошо у меня сегодня будет такой как у этого вот такой так мне будет немного удобней это так приблизительно меня видно надеюсь что и слышно возьмем себе даже подушечку мы тут сегодня делать разве каловке ищите саму-ка шапочку от еще вообще осталось только дождаться кто будет это самое кто там подсоединиться я пока ноутбук включу посмотрим если там народ о уже кто-то подсоединяется народ привет скажите как вам слышно видно я пока ноутбук включаю чтобы открыть пообсуждаем сегодня у меня выдался свободное время чуть-чуть и решил пообсуждать посидеть о жизни в аргентине а то многие спрашивают об этом все и вопросы задают каждый день думаю давайте в живую пообсуждаем это дело но и народ спрашивает говорит ну приеду в эту аргентину что мне там делать как вы знаете или кто может не знает валят сюда сейчас как на горячий за горячими пирожками то есть по моему это самое чуть ли не иммиграционная страна нынче для некоторых так включу найду свой стрим чтобы я мог читать ваши эти самые комментарии подключено все вроде бы подключено и будем обсуждать а вы пока понаслаждайтесь ориентинским видом вот таким примеру это называется парк дэлос ниньо то есть детский парк я сюда приходу часто на рыбалку часто здесь снимаю видео а а а а Я сейчас беру логику, но я буду boatounty в русском. Ачи-черкоте я гостю логику. Я приду в вершине. Я пришлю в вершине. Я пришлю домой. Я кашу убрать здесь все же. По которому я пришлюсь? Да, для этого я пришлюсь в вершине. Я собираюсь попробовать артиментом вместе. Я сейчас не буду. Я буду говорить для русского. Мне цель, что вон вон будет гор링. Ага. Вверх. 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 Да. Так что... Окей. Если вы спрятали, покажи, пожалуйста. Если вы спрятали, покажи, пожалуйста. У меня бутылка? Нет. Нет. Нет, нет. Аплодисменты или что-то? Ты шифл, но... Нет, нет. Окей. Ребятки, пока вы подсоединяетесь и как бы этот самый... Пишите мне свои вопросики, я тут немножко настрою трансляцию в компьютере и открою страничку, где я смогу читать ваши вопросы. А тут по дороге подходят периодически ребята с парка спрашивают, буду я сегодня рыбачить, не буду рыбачить. У меня завтра назначена рыбалка в этом парке с другими блогерами. Вот некоторые подписчики уже прибегают узнавать. То есть завтра, да, мы будем собираться в этом парке именно вот на рыбалку. А сегодня будем рассуждать по-русски про Аргентину, про это самое... про жизнь здесь, что делать. А завтра вот здесь у меня будет рыбалка. Вот. Так, сейчас только дойду до этих самых, до трансляций, включу, чтобы я видел ваши комментарии на компьютере. Мне так будет гораздо удобнее, не надо будет тыкать все время пальчиком в телефон. и таким образом мы сможем... так... здесь... включить, сохранить... и сейчас начнем. А вы пока свои, пожалуйста, вопросики давайте записываем, смотрим, кто там, кто там, чего там нам пишет. Я тут поставлю на паузу. И, в принципе, все. Так, здесь... Здесь вопросы мне видны. Отлично. Звук убираем. Тоже выключаем, чтобы он здесь не звучал у меня. Этот звук. И еще я открою на другой страничке свой канал с вопросиками от вас, которые мне тут посылают. И отсюда мы начнем ориентироваться и разговаривать. Значит, вообще просто в комментарии. На некоторые я уже поотвечал, а некоторые сейчас. Так. Кто-то пишет, что ничего не понял, он говорит, я говорю, они говорят, ничего не понятно. Ха-ха. Непонятно, непонятно. Это вам. Значит, учите. Языки и будет понятно. Так. Передают сообщение о сильнейшей засухе в Аргентине. Сильнейшей засухе в Аргентине нет пока что на данный момент. В прошлом году была засуха, и то не сильнейшая. Все эти показатели там всяких сильнейших засух, и все такое, это все относительное. Аргентина настолько здоровая страна, что можно иметь засуху, к примеру, где-нибудь там на севере, и иметь очень много дождей где-то на юге. А есть некоторые районы и области Аргентины, в которых уже практически всегда есть сухое или всегда есть влажное. Наподобие возьмем провинцию Пампа. Ла Пампа, она еще называется у нас. Пампасы можно так переводить. И вот там есть Пампа Сека, Пампа Умеда. То есть Сека это сухая Пампа, и Умеда это влажная Пампа. Чем отличается одна и та же провинция? Пампа Сека, там деревья растут не больше, скажем так, метровой, полметровой высоты. Кальдены называются очень крепкое такое дерево. То есть там они как кустики. Вот едешь и до горизонта кустики, кустики, кустики. А у Пампа Умеда те же самые кальдены растут как обычные здоровые деревья, которые находятся за мной. Их распиливают и делают паркет. Это очень крепкие деревья и все. Так что вот в районе в Аргентине бывают такие. Это как в пустыне всякие бывают. К примеру, пустыня одна, пустыня другая. Там всегда как бы. Так что и здесь такого нет. Я был на реке где-то... Да вот, река за мной. Ничего не высохло. Был на реке тоже, когда там... Три дня назад, два дня назад был на реке. Река переполненная. Наоборот, прошли очень сильные дожди в этом самом... Ой, я вам школьников аргентинских покажу. Они сейчас будут идти вдоль берега. Они в детский парк сюда школьников привозят. А вы посмотрите, а я расскажу. Вот сейчас там будут идти аргентинские школьники. Смотрите, их форма и все. А, они прямо ко мне идут. Не знаю чего. Вот они на меня идут, эти школьники. Смотрите. Вот это аргентинские школьники. Они все в белых халатах. Бладшие классы, примария, ходят в таких белых халатах. Ну, это когда школа государственная. А когда в частной, там может быть другая униформа. Гуляют по парку. Школьники пришли Сейба смотреть. Я сижу около деревьев, которые называются Сейба. Вот эти зеленые деревья цветут красными цветами. Это Сейба. И вот они тут бродят, смотрят эти посаждения. Так как это национальное дерево Аргентины, значит, школьникам показывают, как цветет Сейба. Вот. Последние уже идут. С воспитательницей. Сладшие классы. Так что их возят. Чем мне нравится образование в Аргентине. Они здесь не заучивают никаких стишков на память. Там вот этой все хрени они не заучивают на память. Да? Там учить каких-то там диких писателей. Там заучивать стишки и все такое. Их здесь учат как бы жить в коллективе. И учат больше практическим делам наподобие. Я говорю, тут никто не задает никаких домашних заданий особо. Есть, конечно, продленки, где можно там остаться, поделать свои домашние задания. Особенно если у тебя родители работают и все такое. Но их мало. Никаких я не видел никогда, чтобы здесь кто-то задавал какие-то стишки, каких-то писателей там учить и все такое. Тут больше как бы направлено на общение, на социальную интеграцию школьников в жизни. Вот все такое как-то, как попроще, попроще. Больше с ними как-то такие беседы. Их больше будут, блин, учить, как надо вести из меня изображение правильно предохраняться в сексуальной жизни, чем, блин, стишки каких-то, блин, писателей, которые померли там 300 лет назад. Так что тут, конечно, немножко по-другому школа вся устроена. Так вот насчет рек. Был на реке и катараты сейчас на водопадах сброс воды большой произошел и реки переполнены. Так что никакой запсухи пока нет. Позавчера были дожди по всей Аргентине очень сильные. Практически во всех провинциях. У нас, конечно, меньше в Буэнос-Аарисе, но я смотрю по прогнозу, по фейсбуку, как в провинциях прошли дожди. Очень сильно прошли дожди и этот самый, ребятки, в Аргентине. И все наполнено, все цветет, все зеленое. Так что засуха не будет пока что. В всяком случае никто не передает у нас ни о какой засухе. Может где-то в каких-то определенных районах, где всегда засуха. Там какой-нибудь провинция Ху-Ху, еще что-то. Там может что-то и случиться. Но в основной по Аргентине ничего не передают. Так. Привет, Аргентина. 56 минут назад писали. Дорогая страховка. Это ведь район 100 долларов в месяц за проезд в транспорте тоже дорогой. Ну, это на старое видео про страховку. Так и не понял, что-нибудь 100 долларов в месяц. Про какую. Так. Два часа назад мне человек писал. Дядя Лень. Спасибо вам за ваше видео. Лучший канал про жизнь в Аргентине. Мы с женой практически все видео уже посмотрели. Очень круто, что вы природу и рыбалку показываете, а не просто улицы и бетон. Огромная просьба. Расскажите, пожалуйста, актуальное видео про автомобиль. А именно. Стоимость страховка на конец 22 года. Стоимость дополнительных расходов, таких как номера и прочее. В общем, все расходы, которые несет автовладелец. Разумеется, без стоимости самой машины. Стоимость стоянки, обслуживания. Ну, и про мотоцик, если знаете, тоже было бы познавательно. Хорошо, смотрите. Без стоимости машины. Расходы. Я по своей буду рассказывать. Расходы такие. К примеру, у меня машина не супер-пупер. Обычная такая. Седан, скажем так. Никаких супер-пуперских наворотов не существует. Страховка не в год, а в месяц, который обязан я платить. У меня 15000 в месяц. 15000 песо. Для ориентировки. Сегодня доллар подскочил в Оргентине на 8 песо. Утром, перед тем, как ехать делать стрим, посмотрели. Доллар стоил 302 песо. 302 песо за 1 доллар. Это тот, который реальный доллар. Который вы можете купить, продать и все такое на руках. Государство вам будет говорить, что 150-140. Но это государственный доллар. Его никто не видел, кроме государства. Это всегда у нас так было. Так что вот отсюда мы исходим цены. То есть, сколько стоит. Вот 15000 у меня стоит страховка машины каждый месяц. Каждый месяц. Что в нее включается? В нее включается то, что обязательно. Это против третьих лиц. То есть, имеется в виду, если пострадала машина по моей вине у кого-то. То есть, я кого-то зацепил. Я в кого-то стукнулся и все. То моя страховая компания будет ремонтировать вот эту машину, которая пострадала. Не мою, а ту, которая пострадала. Если пострадал какой-то человек и это можно обойтись деньгами. То же моя страховая компания будет ему, как говорят, все это выплачивать. Но не мне. То есть, в мою страховку мне это не входит. Мне входит то, что если у меня украли колеса. Если у меня украли, взломали замки на машине. Если я побил стекла. То мне тоже это все меняется по страховке. Если град прошел и мне побило машину градом. Вмятины оказались. То тоже мне вытягивают по страховке. То есть, вот таких всяких бедствий. Но не все, что если я вступну в какую-то машину. То мою машину будет страховка ремонтировать. За это надо платить еще больше. Дальше. У нас называется патенты. Патенты это номера. Как бы за патенты. Так оно называется. В принципе, я считаю, что это налог на дорогу. В каждой провинции есть свое патент. Я так понимаю, комар какой-то принесел. Их я плачу раз в два месяца. Эти патенты. Это городской налог. Он стоит где-то пять тысяч за два месяца. Пять тысяч за два месяца. Вот. Это вот такое. Значит, получается, страховка и патенты. Это как бы такой налог, который обязательно надо платить. Выходит у нас где-то семнадцать с половиной тысяч в месяц. Кроме того, машину надо заправлять. Машину надо заправлять. Сейчас бензин, которым я заправляюсь, сто восемьдесят песо за один литр. За городом двести двадцать песо можно найти за один литр. То есть в городе у нас дешевле. За городом дороже бензин. Значит, вот заправьте бензин, будете знать. Теперь. Обслуживание машины по-нормальному, по-нормальному. Обслуживание машины надо делать каждые десять тысяч километров. Проехал десять тысяч километров. Ты должен поменять как минимум масло, фильтры. Ну, вот такие вот дела. Фильтры масляные, фильтры воздушные. Я еще меняю фильтры воздуха в салоне периодически. Не каждые десять тысяч, но меняю. Ну, и не говоря о том, что каждые пятьдесят тысяч надо ремни менять в моторе. Что надо это. Это все дорого. Это все очень дорого. Это уже, ну, как бы, так ощутимо. Вот. Вот я сейчас буду сегодня, прямо после стрима, поеду смотреть. Я так чувствую, что мне надо менять тормозные колодки. Тормозные, эти самые, не колодки, как они там называются. Ну, посты же по-нашему называются эти прижимные такие штуки. И диск надо менять. Почему? Потому что один раз я менял только колодочки, а второй раз надо менять уже колодочки и диск. И вот, к примеру, я вчера смотрел по Mercado Libre, сколько мне это обойдется. В среднем, в среднем набор четырех колодок и двух дисков, на передних колесах которые, стоит Mercado Libre. Это у нас такой сайт торговый, который в Аргентине очень известный и люди им пользуются постоянно. Мне обходится где-то двадцать пять тысяч. Плюс, я уверен, что тысяч десять возьмут за замену. Значит, вот сегодня уже буду смотреть, буду заезжать в эту самую мастерскую, спрашивать, сколько будет замена, сколько они предложат. И это я не беру официально заехать в официальное представительство Chevrolet. Если туда заехать, в салон Chevrolet, то я думаю, это будет раза в два, в три дороже гораздо. То есть, легче купить на Mercado Libre, заехать в какой-нибудь шиномонтаж, только шикарный шиномонтаж. Не за дядей Васей, а в нормальной большой, как говорят, фирму шиномонтажей. И там, чтобы тебе специалисты, тебе поменяли все это дело. Это будет более надежно. Так что, растраты, конечно, есть. И растраты эти, ну, скажем так, ощутимые. Если раньше было гораздо все дешевле, люди там в Бразилии умотались туда-сюда, то сейчас это ощутимые растраты на машине. Так, я тут в барчике так улегся. Себе взял покрывало, расстелил. Видите? Подушку принес. Меня так слышно? Если слышно, то я дальше немного угляжу. Вот. Ну-ка, сейчас написали, тут не слышно, не слышно. И будем обсуждать работу. Так. Ну-ка, что вы пишите, потом дальше там будут. Так. Оля, Оля, Оля. Слышно и видно? Спасибо. Здравствуйте. Это Украина. Ой, привет, Галина. Очень рад, что у вас там еще свет, блин, у некоторых людей остался. Потому что с этими обстрелами это, конечно, кошмар. Вчера тоже пытался там поговорить по телефону с Украины. И, конечно, человек ехал на машине с этого самого, с Киева. И прерывалась каждую минуту. И связь обрывалась, появлялась, обрывалась. То есть не везде есть даже телефоны поговорить. Так что приятно, что вы можете меня с Украины посмотреть. Красота какая! Красота! Спасибо огромное! Я еще раз повторюсь, это детский парк называется. Это бесплатный парк. Здесь на набережной реки Лаплата. Вот это река Лаплата. Это набережная. За этой рекой на другом берегу Уругвай находится. Уже страна. Это общая река, скажем, между Уругваем и Аргентиной. Эта река не делит Аргентину и Уругвай посредине. У них так принято в законах, что это общая река от края до края. То есть, в принципе, ты находишься даже на этом краю реки, ты все равно можешь находиться под юрисдикцией и уругвайских властей. И так же само около ихнего берега ты можешь находиться под юрисдикцией и аргентинских властей. То есть, они не делили реку именно там, как карандашиком по центру. Это общая река. Здесь она широкая, потому что здесь сливаются две реки и образовывается вот эта река Лаплата. Здесь сливаются реки, там чуть выше города, сливается река Уругвай, которая называется, и река Парана, которые обе идут в Бразилии и сливаются в одну такую большую, вот называется Лаплата, а потом эта Лаплата уже в Атлантический океан входит. Так что не путайте, если кто едет в Аргентину и думает, что здесь океан, нет. Здесь океана нет, это река. А река такая, что до горизонта не видно. Но с большого дома, вот с 15 этажа на дом в Буэнос-Айресе вылезешь, хорошая погода, ты можешь увидеть на горизонте, ну, как бы, очертания Уругвая. А нет, значит, на кораблик, на паром и переезд в Уругвай, туда-сюда аргентинцы мотаются. Или на своих яхтах они там плавают, это поездка выходного дня, мотнуться в Уругвай. Так что нормально в этом плане. Тут парк бесплатный, стоянки бесплатные для машин, как говорят, туалеты, все это обслуживается, это все за государственный счет. Мы приходим сюда периодически на рыбалку, приходят люди с семьями. Вот я вам сейчас покажу, на другую сторону поверну камеру. Вот, смотрите, семьи вот так вот приходят, видите, он палаточку устанавливает, вот. Ребенок будет, мамашка с ребенком будет гулять в палаточке, и папашка пойдет ловить рыбу на этом самом, он под деревом устанавливает палатку, а папа пойдет туда до этого самого, будет рыбу ловить. Так и мы приходим периодически сюда посидеть, я половлю рыбу, свет позагорает, поразговаривает по телефону там с родственниками и проводим какой-то день. Скоро это будет закрыт этот парк, то есть как закрыть, для меня закрыт, в каком плане. В декабре, в декабре его на три недели или на две закроют для ремонта. И после этого ремонта он откроется в январе. И январь и февраль здесь будет городской пляж. Здесь будет насыпан песок, здесь будут установлены эти самые зонтики, бесплатные стульчики раскладные. Вон там, вот там, уже стоят детские площадки, всякие качельки, вода, которая льется. И каждый год здесь делают городской пляж из этого самого места. Тут приезжают дети, их привозят школьными автобусами. Взрослые отдыхают, сидят, загорают, водой пользуются, то есть мыся на них там брызгают, всякие водные аттракциончики, всякие развлекалки. И с этими организаторами развлекалок от государства, от которых там детей развлекают, там шахматы на полу стоят, вот парки прямо здоровенные, которые там дети двигают и все такое. То есть тут будет как детский лагерь, что ли, два месяца. Потом он снова закроется в марте и будут разбирать, и снова превратиться в такой парк, как сейчас. И вот эти вот на ремонт как бы будут закрываться. И во время того, когда здесь будет как бы детский городской пляж, детский лагерь и все такое, здесь нельзя будет рыбачить. Как правило, не разрешает. Или определяет там, не знаю, сто метров костнабережной. Говорят, чтобы крючком ребенка не зацепили, чтобы не ударили грузком. Соответственно, нам, рыбакам, уже мы сюда и сами не ходим из-за детей именно в этот период. Так что мы как бы вот до декабря пользуемся парком, потом начинаем с марта им пользоваться. А так дети тут гуляют потом в это время. И мы не хотим им мешать. Так что это насчет красоты, что тут да как тут. У вас теперь там конкурентов полно каналов. Пооткрывали салаги эти. Нет, конкурентов у меня нет, честно говоря. Это все беготня, друзья. Это у них конкуренты между собой. А у меня конкурентов нет. Я здесь живу давно и останусь жить. Они побегают, побегают. Половина из них больше уедет. А остальная половина будет уже не бегать, а будет работу искать. Потому что денег, которых они попривозили, ну, редко у кого хватит на всю жизнь оставшуюся. Остальным придется все-таки идти на работу. А с этого они не проживут. А у меня это для развлекаловки. Я от этого не прусь. У меня есть еще и другие каналы. У меня есть рыболовный канал, которым я занимаюсь. У меня есть компьютерный канал, которым я занимаюсь. Они на испанском языке. И вряд ли они будут снимать мне компьютерные видео на испанском языке. Чтобы мне это не мешает совершенно. А на русском то, что все бегают и показывают друг за другом дом, асфальт. Да какая разница. Пускай показывают. Они, как говорят, увидят, что с этого не проживешь. И начнут бегать, работу искать, побросать. И тут таких конкурентов было. Тут можно держать канал на русском про Орентину. Только в том случае, если тебе это просто для души поболтать, поговорить. А не в том, что ты с него там проживешь или станешь великим. Нет, это тут так. Так что нет у меня конкурентов, скажу честно. Это у них между собой есть конкуренты. Кто, кого круче там обгонит, с какой камеры пробежит вперед, чтобы показать те дома, которые я уже миллион раз показал. Так что нет. Опять же, опять же, новый взгляд это хорошо. Пускай мы и сами периодически смотрим. Интересно уж как люди реагируют на то, что для тебя кажется привычным. Ты, например, уже миллион раз смотришь на подъезды, ну как бы не обращаешь на это внимание. Прибегает ручку на дверях показывает. Говорят, вау, подъезд, смотрите, у него такая ручка крутая. Мы как бы уже ходим, здесь живем уже почти под 30 лет. Ходим нам как бы, какая разница, какая там ручка. Ручка, дай ручка. А как типа реакция новых людей на это все, это, конечно, интересно посмотреть. Это как и чат и всякие. Мы тоже вот их почитываем, но в принципе, в основном я перелистываю. То есть даже не читаю особо так, перелистываю. Но некоторые вопросы засмотришь и думаешь, блин, что они вот эту фигню обсуждают. Ну обсуждают хорошо, мы там ничего не обсуждаем. Так что нет, насчет конкурентов я совершенно не переживаю. Дай бог им поразвиваться хорошо. Вы раздаете выловы рыбы, а что сами не кушаете рыб? Кушаю только, ну я люблю морскую рыбу, то есть океанскую. Речную не очень. Она костлявая, не такая вкусная. Опять же, я рассказывал, именно здесь, именно здесь. У нас большущий город, миллионник. Тут сколько сливается всякого, скажем грубо, бег. И мусора с улиц там стекает сюда, когда дожди идут и все. И оседает где? Около берега. И пускай тут очистнее, если все такое, но все равно тут выливается до черта всего. И рыба, которая постоянно питается со дна, я, честно говоря, что-то боюсь употреблять пищу. Именно здесь, выловленную под Буэнос-Айресом. Здесь некоторые пару видов рыб, которые, в принципе, люди берут. Ну, как бы, и я бы даже взял бы и все. Даже здесь поймавший под Буэнос-Айресом. Это какие рыбы? Это корюшка. Ну, типа она у нас называется Пекарей. Это подобие корюшки. Дорадо. Это хищная рыба, которая приходит сезонно. И она именно хищник, она ловит других рыб и хавает. То есть мальку всякую хавает. Но ни в коем случае никакого сома там, карпа, сабалю. Вот это все, что живет здесь на постоянку. Вот вы. Сейчасokratиное видео удастся. Это мне тут просто приветствует. Рыбаки знакомые все. Приقание, entreprises? Ну, ха? Не, мое,оха, но сpr心 вот здесь на день. А, верAf Henrique, смеем, Drappo? Да, у меня你是 Dworth и trees сейчас, да. С нар Munграня, да, здесь прос fait move. Ah, приехали домой, après to get a poo? В Ara doing? А его carried out? Да, у меня giorno vy, да. У меня дома по грамоте, Tiger Jessica люди, да. севала сасер маня на это так ты сказал что завтра буду рыбачить это они все спрашиваете я сегодня не рыбачу так что видите конкурентов у меня тут еще рада порахать вот завтра мы другим блогером которым у нас как они говорят дуэн крибле смешно парочка у нас очень классная получается когда мы собираемся в кучу но очень ну как бы это веселимся сильно по рыбачим и не по рыбачим но веселое видео точно создадим вот завтра как раз этим блогером здесь и собираются соответственно они уже радуются потому что завтра будет цирк так значит вот я объяснил что рыбы которые здесь жрут под берегом лучше не брать я бы не советовал ну вот таких рыб кушать но местные есть которые берут я не могу всем указывать что им делать брать не брать хотят брать пускай берут если хотят и есть еще люди знаете как если не у всех одинаковый достаток кто-то действительно и на еду ловит рыбу соответственно я могу отдать от меня не отпадет я могу отдать эту рыбу а человеку приятно если у него нету так что если кому-то из вас надо я тоже приходите в парке вам отдам спору никакого для себя я беру если мы на море я там на рыбу беру или речную рыбу если мы в поездке ну к примеру от рионера там прозрачная река все и мы поездки в отпуске конечно там карпа выловил можно мангал положить это прекрасно прекрасно но отсюда таскать домой нет засоренных каких-то речек если я вижу она засорена или поселок рядом такой спускающий всякую фигню или фабрика какая-то я не беру здоровье важнее жить живем одну чтоб себя травить всяким говном так если мы приедем с долларами можно ли в аэропорту сразу обменять по хорошему курсу или как заплатить за такси из аэропорта смотрите ну по-хорошему не по-хорошему только же подписался человек спасибо вот по-хорошему вряд ли вы отменяете в аэропорту вы сами понимаете что аэропорт аэропорт наживается вот и это правда так что вы меняете вот действительно только те деньги которые вам надо на то чтобы доехать до города вот сколько там вас спрашивать только поменяйте то есть там это 100 долларов поменяйте от вас не упадет даже если это будет не очень крутой курс но не вздумайте на менять много чтобы на жизнь там на завтра на послезавтра и все такое прийти в город городе обменяете пойдете в обменный пункт и их на каждом углу этих обменных пунктов которые доллары меняют и обменяете так что не думайте там менять много вот столько сколько вам доехать надо столько и обменяете но как правило аэропорт это наживается сильно то есть если мы даже вот я там провожаю кого-то или приеду встретить кого-то в аэропорт и хочу там сэндвич какой-то скушать я иду там в аэропорту есть заправка автомобильная потому что даже если она стоит заправка в аэропорту на на пациентам той заправки стоит ну той фирмы которая держит эти заправки там цены будет три раза дешевле чем просто зайти в аэропорту какой-то сраней покушать цели что-то вообще капец какой-то там такие цели герут как будто все там миллионеры шейхи летают так сядем немного чтобы в океане купаетесь закупаемся в океане купаемся ничего такого как все рассказывает нету конечно не так как купается на черном море где там положил надувной матрас пузом лег вверху загораешь он тебя качает нет никто на надувных матрасах никаких не купается купается в основном около берега около прибойной волны потому что глубина большая прибойные волны большие но океан бывает довольно теплый и местное население всегда купается больше развлекаловка не на матрасе поваляться а больше развлекаловка купите себе пластиковую такую доску тут продаются они везде такие и когда волна идет прыгайте пузом на пластиковую доску и волна вас не несет то есть как на лыжах такие знаете то есть такую развлекаловку люди делают ну в некоторых местах конечно делаете на досках катается там и в мордой платье и в других городках которые там серфингом занимается то есть всем подряд кто там парашюту прицепиться доска на ноги парашют такой вот который вот на этом скачет по океану а так просто пляжный сезон да дети там вообще не вылазят с этой все то бассейн не к там рядышком совсем от родителей кто загорает то искупался выше от слова загорает но купаются на океан довольно нормальный в сезон не купается привет русус привет сколько градусов сейчас сейчас прямо вот прямо сейчас сейчас не знаю там в общем ну сегодня будет я думаю около 30 градусов сейчас еще все таки утро у нас слава богу 9 47 только я пришел пораньше пока жарище не началось но уже кремом намазался против загара слышу попугаи поют точно это попугаи соловьи они слышал соловьев а попугаи да вот это все кричат попугаи для него говорили про группы по иммиграции в аргентину там много людей оказывается есть подобные группы по переезду бразилии тоже едут может быть может быть я как в бразилии не интересовался вполне может быть что если про бразилии вот уже и бразилию поехали вполне может быть зеленые очень красивые попугаи они там ходят вместе с голубями воробьями и хлеб клянчат да это обычная птица у нас ну что голубь вот парки же попугаи это одинаково воробьев даже гораздо меньше сейчас вокруг меня попугаев тут куча блин граняет тут это обычное явление то есть вот у нас в парках буэнос-айреса попугаи это шелся воробьи вон усили когда я там жил дома скажите пожалуйста бразилии гражданство по праву почвы тоже есть как валентин я не знаю я в бразилии не был хотя с моими документами спокойно могу переехать жить бразилию просто даже ничего особо не оформляя и оставаться там и жить сколько влезет так как мы находимся в меркосурии любой овентинец может если при желании жить в бразилии работать и все такое и это как запасной вариант если вдруг что-то тут не такое то бразилию переедут так что можно теперь кое ваше мнение про нового старого президента бразилии ждать большие изменения политики экономики мое мнение отрицательное я считаю что те люди которых уже выгоняли те люди которые уже сидели те люди снова их выпирать это самое как будто блин других вообще людей нету то есть мое общее мнение отрицательных тем кто правит там блин больше двух сроков вот отрицательные все то есть это начинается уже знаете как говорят от корыта не отшибешь вот мое мнение Так что, если он не смог зараньше ни черта нормального сделать, так ничего не думайте, что он сейчас все сделает. Если вы думаете, что, как я уже и говорил, у некоторых этих, я понимаю, что многие на меня обидятся, если вы думаете, что, блин, с возрастом человек станет умнее, то нет. Если он был дураком, то он станет просто старым дураком. Он нифига не поумнеет. Так что, от того, что он стал старее, это не значит, что он стал умнее. Так, сейчас он вам расскажет про Бразилию. Не знаю, ничего не расскажу, я сказал, что он там не был, не знаю этой жизни, ничего мне рассказывать. Так, вам нужен микрофон-петличка. А что, плохо слышно? Я попробую сейчас включить один микрофон, который я с собой взял. Я же потому и спрашивал, как слышно. Сейчас, может, не петличка, но мы что-нибудь придумаем сейчас, если плохо слышно. А вы скажете, хорошо или плохо, ну, отключить его или оставить. Сейчас мы изобразим. Ну, изобразим микрофон. А вы мне подскажете, даст ли это результат. У меня с собой кое-какие прибамбасы для этого существуют. Думаю, что мы этот сам. Потом, я там еще видео поснимал, но еще их не сложил, времени не было. Потом сложу, там люди спрашивают вопросы, как, вот, допустим, вы думаете, без квалификации найти квалифицированную работу, то только потому, что у тебя опыт есть. Ну, если одним словом, я думаю, что нифига не получится. Вот и все. Там я объяснял более подробно, почему. Ну, они здесь. Так, сейчас, ребятки, я попробую переключиться на кое-что другое. Одну секунду. Не знаю, сейчас слышно или не слышно меня вот в данный момент. Пожалуйста, напишите прямо сейчас. Слышно или нет? Слышно, слышно, отлично. Значит, я его закрепляю здесь этот микрофончик и пускай он себе у нас работает. Установлю только так, чтобы... Вот так. Это, в принципе... О, хорошо, хорошо слышно. Да, лучше... Да, это лучше было. Слышно, слышно. Ну, посмотрим. В общем, как скажете, ребята. Вот, могу, как говорят, вот такой микрофон. Это подключенный профессиональный микрофон прямо в телефон через переходничок. Можно, конечно, там попробовать поднастроить звук, но даже громко. О, это хорошо. Ну, тогда можно даже отодвинуться. Вот вертолет. Так, сейчас пролетит вертолет и проносит машину. А я пока водички попью. Вот так. Насчет работы, вкратце, боясь так назвал видео, давайте я вам насчет работы чуток подмахну, как бы, идейки, а вы потом... Ну, это самое, потому что меня часто спрашивают и по поводу квалифицированной работы устроиться, если ты не квалифицированный специалист. И по поводу того, какую работу делать, если руки правильные, и из правильного места растут. И по поводу того, что если он пенсионер, то как бы ему устроиться еще на хорошую легальную подработку и все такое. Смотрите, если так быстренько, укратце в двух словах, исходим из простых принципов. В Аргентине чуть ли не 50% народу безработного. Безработных. А теперь прикиньте, вы приезжаете в Аргентину, не зная языка, не знаете опыта, не имея опыта жизни, не имея легальных документов и пытаетесь конкурировать с аргентинцами, у которых 50% населения безработных. То есть, саму идею улавливаете. То есть, безработные имеются в виду не бомжи какие-то, а имеются в виду молодежь, которая имеет даже какое-то образование, пятое-десятое, но не может организовать свое дело, она не может найти себе работу. А вы хотите предложить свои услуги, когда вы не знаете языка и не имеете документов, и не знаете жизни, и повадок, и всего, и думаете, что вы с этим проконкурируете? Я думаю, что нет. Так что теперь идем к следующему. Мы не берем тех, у которых, как говорят, не от мира всего знания. То есть, какой-то нейрохирург, который приехал, и он только единственный в мире, который умеет сосуды какие-то сшивать там в мозгах, блин, или еще какого-нибудь там охеренного банкира, который без него там вся мировая экономика лопнет. А мы берем обычного человека, простого, который из-за войны удрал и не хочет больше, так сказать, жить и иметь ничего общего, и он хочет найти работу и просто спокойно жить. Для таких я бы предложил, что действительно, если руки растут из того места, откуда надо, начинать быстренько свое дело. свое дело какого порядка для начала. Это оформиться как моноатрибутист и начинать такие дела, как, к примеру, блин, посмотрю, как-то на меня так свет падает, интересно. Дай бог с этим светом. Вот так вот в тенек, ляу. И начинать такие свои простые дела наподобие, как автомастерская, парикмахерская, починка одежды, сантехник, электрик, покраска и ремонт квартир. Вот самые простые. Это для рукастых. Вот. Вот такие дела пользуются классно. Учитывая то, что здесь Аргентина, жаркая страна, ремонт и установка кондиционеров, вентиляции всевозможные. Вот. Вот дела для рукастых. Вот. Конечно, для того, чтобы оформить монотрибута, то есть частную деятельность, нужно иметь документ какой-то. Тут уже другая статья, как легализироваться и все такое. Но, когда легализируете, сделайте это. Потом подсказываю, все одной попой не объедешь. Соответственно, нанимайте бухгалтера. Сейчас можно нанять бухгалтера, который кажется, ну как, я же один человек, каким мне бухгалтер? Да, но если ты улетишь, блин, в налоги, которые ты неправильно будешь платить или платить вообще не будешь, у тебя будет столько проблем, что все, что ты заработал, ты отдашь, еще и золыми штанами останешься. Вот. По налоговой инспекции. Соответственно, сейчас куча фирм, уже все делается в онлайне. Вы можете своего бухгалтера в глаза не видеть. Вот. Вот как я, к примеру. Вы будете с ним общаться по WhatsApp, вы будете с ним общаться по e-mail, по телефону, изредка перезваняться. Но, как правило, даже и перезваняться вы не будете. Пошлете сообщение по WhatsApp, что вы хотите, чтобы вам сделал, а он вам пришлет, когда вам, и сколько, и чего надо платить. И таких, после пандемии, всяких таких бухгалтеров, сейчас и фирм целых бухгалтерских оказалось полно. Они все работают по онлайн. Вот. Не надо туда ходить, носить бумажки. Все это теперь передается в связи с технологиями и очень быстро друг к другу. Средняя цена в месяц такого бухгалтера стоит 5000 песен. Это который будет смотреть за вашими делами и будет говорить, чтобы вы не опоздали, заплатили вот это, вот это, вот это, вот это. И все. То есть делать такие подсказки. Это совсем недорого. Я вам рассказываю, страховка на машину стоит 15 тысяч в месяц. Какие 5000 песен, это недорого. Но это обезопасит, разгрузит вашу голову. Вы можете думать про бизнес, а не думать про налоговую инспекцию. Не будете, блин, ломать себе бошку, блин. Так что вот, консультируйтесь с этим. Не консультируйтесь, не бегайте вы между собой вот этими кучами и консультируйтесь друг у друга. То есть вот одни приехавшие, которые месяц здесь прожили, уже дают консультации другим, которые два дня назад приехали. В принципе, не понимая того, что они могут и сами еще не все знать. Если вы серьезно хотите жить здесь и устраиваться здесь, консультируйтесь с аргентинцами, ищите аргентинских бухгалтеров, которые закончили УБА, который называется Кантадор Публико, допустим, который закончил университет по этому делу, государственный, который имеет лицензию на то, что он Кантадор Публико, что он зарегистрирован как этот самый, что он бухгалтер публичный. Не вот эти вот сказки и пересказки, что типа Вася говорил, а Петя сказал, а вот я там слышал, а вот там мне кум сказал, блин, байка это все. Это все, знаете, меня всегда поражало даже между теми, которые здесь давно живут, когда мы вот разговариваем в каких-то компаниях и обсуждаем какой-то вопрос, и ты говоришь, нет, это делается так. Я ходил, допустим, в миграционном центре, это делается так. Или я там ходил, блин, к адвокату, это делается, или я ходил в посольство, это делается так. Он, нет, вот мне Маня казала, вот Маня ходила, Маня, блин, сказал там Петя, а вот Петя казал, что делается так. Блин. Я говорю, ну ведь просто, можно открыть сайт, посмотреть на сайте государственном, как это делается. Можно просто пойти в государственную организацию, там где это оформляется, и узнать, как это делается. Не вышибешь. Вот не вышибешь. что у некоторых есть такая пробка в башке, которую не вышибешь. Он все равно будет верить какой-то Васе, Мане, Пете, потому что тот где-то кому-то, блин, чего-то там сказал. Все равно он будет, знаете, мне напоминает этот мультик, называется «Нормальные герои всегда идут в обход». Вот там песни такую пели, там про кого-то, про короля, ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра грабим короля, помните, или что, другой мультик был, ну такой тоже, там нормальные герои всегда идут в обход, типа мы прямо не пойдем, мы гору обойдем. Вот это тоже самая фигня. Мы прямо не пойдем, мы пойдем, блин, познакомим, которые мы там гору обойдем, мы самые умные между всеми, вот у всех не получается, а у нас получится. Вот, типа, блин, мы тут приедем, начнем поставки поставлять в Аргентину, мы начнем поставки делать из Аргентины куда-то, да ни хрена вы не начнете делать, не будет никаких поставок ни в Аргентину, ни из Аргентины. Здесь до Вас уже все было, здесь давно уже все схвачено, кто какими поставками занимается, кто куда может поставить, куда не может поставить. Здесь лапу на это давно наложило правительство, блин, и предправительственные организации. И никто не ждал никакого Васи, который потом организует какие-то, блин, поставки. И это правда, чистая правда. Она, конечно, немножко, ну не всем приятна, эта правда, потому что некоторые не могут смириться с тем, что он будет жить просто потом, в конечном итоге пойдет, блин, как лох искать работу. А пойдет. Вот тем прикол, понимаете. И чем быстрее осознает, что он как лох будет искать работу, тем больше денег у него сохранится. Ну, а если некоторые, блин, пока до конца не вытратят всю копейку, блин, до тех пор не осознают, что ему надо, блин, начинать что-то делать. И, соответственно, будут ходить, блин, пальцы веером, те, кто кажут. Так что они, ребятки, на стране хотите ехать в Аргентину и жить именно в Аргентине? Пожалуйста. Ну, так вы должны знать. Эта страна не такая простая и не такая веселая, как все там рассказывают, но приехав же и бегают. И, знаете, как говорят, турист это одно, а житель страны это другое. Туристам везде круто. Ходишь со своими бабками, фотоаппаратом щелкаешь, вау, круто там, круто здесь, блин. Когда ты начнешь здесь зарабатывать, платить налоги, делать отчеты, давать всякие декларационные хурадо, вот я тогда хочу на тебя посмотреть, как ты будешь, блин, радоваться и щелкать, блин, фотиком и кричать, как все весело. Так что настраивайтесь на то или... Тут есть два варианта. Или это... Как он где-то читал сейчас? ППЖ или ПМЖ? То есть на что вы собираетесь здесь оставаться? ПМЖ это типа постоянное место жительства, а ППЖ пока Путин жив. Типа, я потом свалим. Если я в чате в каком-то прочитал. Вот. Так что я же говорю, если у вас, конечно, ППЖ, то вам, конечно, нафиг надо настраиваться там на какие-то налоги, на каких-то бухгалтеров, на какую-то деятельность. Вы тут подождете немного, свалите потом и, как говорят, поедем дальше. Это все крутенько. Соответственно, это им вообще не надо, этим людям. И это правда. Ну, если что, не все прямо там такие же бедные. Ну, а есть люди, которые собираются здесь остаться, которым, в принципе, надо будет. И на всю жизнь они все равно денег не привезут. А даже если привезут, еще не знаете, как наше правительство умеет этого, блин, оббирать. Они придумают тысячу законов, за которые, блин, и за криптовалюту, и за фигуту, и за какие-то обменные, блин, операции, блин. Только так, в три раза. Вот один мне писал, человек, сейчас, может, даже я найду этот комментарий, чтобы быть более, так сказать, сейчас, одну секундочку, я найду этот комментарий, человек меня спрашивал, и я даже его специально не отвечал, чтобы мне осветилось, что он не отвечал, чтобы я его быстрее нашел. Немножечко-немножечко обсудим одну вещь по заработкам за границей. Сейчас. Тыки-тыки-тыки. Я там еще пару видео снял, которые потом смонтируем, поставлю, ну, чтобы там были на Аэрс, посмотрели, все такое. Пока я ездил на машине, я камеру прицепил, заодно что-нибудь там порассказывал. Такс. Вот. Сергей Иванов пишет. Спасибо за ваш труд. Хотелось бы еще узнать, в правильных трудах, какие профессии востребованы, имея в виду для тех, кому нужны прямые руки, то есть электрическая, механика, сантехника. Ну вот, я вот это именно и ответил. Я еще и вам подсказал, какие конкретно они вот востребованы. Что еще и эти, и ремонты, и покрасить плитку, обложить плитку, и покраска. Очень востребована покраска. Допустим, мы и я, и мой товарищ, когда-то мы тоже этим хорошо подрабатывали. Просто покрасить вот комнаты. Здесь же, знаете, обои никто не клеит. В основной массе в основном красят. Соответственно, там сезон подходит. Оба надо всю квартиру перекрасить. Бабушки ищут, кто там покрасит. То, если ты хороший красильщик, у тебя работа будет ого-го. Если ты знаешь, как правильно поштукатурить эти стенки, покрасить их. А еще, если ты умеешь и правильно подсказать, как лучше сделать, так и вообще. Так, это про пенсионера, который хочет за 500. Так, Леонид. Возможного пенсионеру пенсия 500 долларов. Переехать в Буэнсайз работу со свободным графиком найти. Реально невозможно. Если вы пенсионер, переехавший в Буэнсайз, не живший здесь. Я же вам еще раз вот именно на это наталкиваю, что 50% оригинянцев безработные. Кому надо еще, блин, переехавший пенсионер? Так что нет. Это нереально. То есть, конечно, кто-то потом поспорит, скажет, а я же вот нашел. Ну, это единичный случай. Ты, может, и нашел, но это будет единичный случай. Но реально, чтобы человек постарался, что он приедет, найду себе еще и подработку, буду ходить, то нет. Реально не найдешь ты никакой подработки. Вот за что живешь, за то и живешь. Ну, или максимум, там, не знаю, по соседству кому-то, что-то может сделать. Но никаким там, тем более, со свободным графиком. Нет. Тут своих работников чертова гора. Так, 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 так. Ну, где ж ты, которую я хотел так бы прочитать, и заодно ему, как бы и другим. Вот, по-моему. Так, читаем дальше. Сразу этот. Так, вот, 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 вот этот комментарий. Говорящая голова. Леонид, спасибо большое за видео. Никак не могу найти четкого ответа на следующий вопрос. Предположим, мое ИП, ну, я так понимаю, предприятие будет получать 5000 долларов из США каждый месяц. Какая будет потеря в налогах? Может ли быть у ИП счет в долларах? Можно ли снять все оставшиеся после оплаты налогов деньги тоже в долларах? И какая потеря при этом снять? И вот этот вопрос сейчас мы и разберем. разберем, так сказать, практически на реальном 5000 долларов. Знаете, слушайте меня. Если у вас будет ИП, какое, так сказать, будет получать из-за границы 5000 долларов, я вам расскажу, как это делается. Реально вы должны быть зарегистрированы в вашей деятельности в Аргентине для того, чтобы на счет в Аргентине получать ваши деньги. Дальше. С этой деятельностью вы должны платить официально налоги. Раз. Сколько? Все зависит от того, какие вы будете получать деньги. Я думаю, что такие деньги, такие деньги, как 5000 долларов в месяц, не подходят под моноатрибута. Там есть шкала, я недавно как-то показывал, шкала, до какой суммы доходит. Уж там никак не подходит до 5000 долларов. То есть, по-моему, если я не ошибаюсь, сколько-то миллионов песов в год, если почитаете, в общем, вам надо будет регистрироваться как не моноатрибута, то есть, не частное предприятие, маленькое, а как фирмочка. А как фирмочка, там совсем другие налоги, там у них очень большие налоги, и вам там по-любому надо иметь еще сотрудника типа бухгалтеров, их вы там разберетесь в этом. Так что сразу, вы под моноатрибуты не подходите с доходом 5000 долларов, вы подходите под регистрирование, именно генераль называется, под общую статью. А там и 18%, вот это, и 21% на добавленную стоимость, и все такое. Ну ладно, мы не берем, что вы что-то продаете, вы просто получаете деньги. То, что все равно вы должны платить налоги государству и налоги городу или провинции, в которой вы живете, это 100%. Теперь мы будем рассчитывать даже без этих всех налогов, без содержания бухгалтера, на который вы должны будете тратиться и все, мы посчитаем просто, как вы можете завести 5000 долларов. Вы должны открыть, вы должны открыть, зарегистрироваться налогой инспекцией, как человек, который дает сервис за рубежом. Вот. Для того, чтобы вы могли выписывать счет, но с буквой Е. То есть, вот допустим, есть у нас счета С, счета А, там, Б, С, и Е, Е это за границу. То есть, вы должны выписывать каждый месяц за границу, прежде чем получите деньги, иначе вам банк их не отдаст, вы должны выписывать счет за границу. И тогда этот счет, это как подтвердение того, что это ваши легальные деньги, тогда вам банк сможет зачистить ваши деньги. Но тут присутствует фокус маленький. Вы, когда выписываете счет за границу, вы указываете, что деньги ваши приходят в долларах, допустим, 5000 долларов. Вот. И тут же автоматом, они пересчитываются по государственному курсу и отправляются вам на ваш счет в Песах. А государственный курс у нас 140, а реальный курс 300. Значит, из 5000 долларов на ваш счет попадут Песы в районе... О! Мне несет рыбу, которую он поймал. Я же просил, чтобы когда поймает, когда поймает, показал нам рыбу, которая здесь ловится, потому что я же не рыбачу сегодня. Мой товарищ сейчас. С, 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 островый порт фавор, а, умераясь, то это митинда пору, со свистой парке. Мостром узкий пескадо, списка митара. Вот смотрите, какая рыба здесь ловится. Видите? Вот только что один удрал, и вот один принес. Завтра мы с ним будем рыбачить, устроим конкурс, кто больше поймает. Сейчас. Вот. Так как это мои подписчики, они мне приносят, как говорят, свои добычу, добычу показать. Значит, вы, если будете реально оформлять, я уже не говорю, какие налоги будете платить. Вы как минимум получите, из пяти тысяч, вы получите две с половиной, и в песах, а не в долларах, вы получите на счет в аргентинском банке. Это вам пересчитают, потому что вам засчитают пять тысяч, но вы получите две с половиной. Потому что курс в два раза отличается от того, что заявляет государство, от того, что в реальности. Потом, купить доллары вы не имеете права. То есть, у нас есть такой там закон, пятое-десятое, что там сто двадцать, двести долларов, и то, если ты там, не знаю, не от мира сего, ты имеешь право в месяц купить. Так что, по идее, вы должны будете снять, если так реально брать, все свои вот эти песами деньги, идти, блин, в обменный пункт, и по триста купить доллары. Как вам такая идея? Получивший пять тысяч долларов, вам перечислят реально на две с половиной, а вы пойдете и купите потом по триста долларов и положите их в карман. Это вам перевод долларов в ваших официальный, если, конечно, вы идете официальным путем, то есть, как нормальный герой, по прямой. Задекларировали все. Не забудьте о том, что вы еще должны быть экспортером, а, я уже говорил, экспортером сервиса, и там есть еще свой налог в Аргентине, который тоже, с экспортеров, которые экспортируют что-то, надо платить налог, называется derecho de exportación, право на экспорт продукции. derecho de exportación надо платить. Есть льгота для некоторых категорий, которые не платят derecho de exportación, есть это маленькие предприятия, то есть, монотрибутист, но зарегистрировался еще, там определенное время надо было зарегистрироваться, еще, как и вот PIME, маленькая эмпреска, фирмочка, вот как я, типа, зарегистрированный как монотрибутист и как маленькая фирмочка. Вот, это именно, чтобы избежать derecho de exportación. Так что, ребята, это вот вам ответ на то, сколько вы с этого получите. Вы получите с этого, в конечном итоге, я думаю, 150, это самый, до 2000 долларов вы получите реально, с 5, которые вы официальным путем сюда заведете. Реально, вы в конечном итоге, после уплаты всех налогов, после провода через банк, после покупки, блин, головной боли, это, ну, две вы получите. надеюсь, я вас обрадовал, надеюсь, я вас обнадежил, я понимаю, что вы мне не поверите, начнете рассказывать, что мы умнее всех, мы, блин, сделаем все покруче и по-другому, да, 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 Вы же, конечно, самые первые, кто такое, блин, это проходит, а никто больше не проходил. Так что это потому я и говорил, кто собирается здесь оставаться жить, он должен думать о том, что чем быстрее он начнет свое дело и начнет зарабатывать здесь, тем быстрее он сохранит свои деньги. Иначе его деньги сделают чуть-чуть от него. И у нас в Орентине сделать чуть-чуть деньгам очень-очень круто могут сделать. У нас тут, еще смотрим, выбор следующий как будет. Каждый новый придет своими налогами. У нас каждый, как говорят, этот, я просто в тенек так немножко прячусь. Вот так где-то приблизительно. Приходит и новые налоги притаскивает. Так, теперь почитаем, что мне пишут под этим стримом люди, потому что я тут читал вот эти делишки. Теперь почитаем здесь. А что же я никак не усядусь? Можно, конечно, сесть, но не хочу начинать поднимать. Я с собой принес репассеру, то есть раскладной стульчик, но решил сегодня отлежаться на природе. Так что стульчики не будут. Так, вижу, клюет у людей сегодня. Так, читаем. Мы остановились после попугаев. Микрофон. Так, у вас конопля легальна для выращивания? У вас растет? Смотрите, да, можно сказать и так. То есть у нас есть некоторые люди, которые могут оформить лицензию на выращивание конопли в медицинских целях. Не думайте, что у нас легальная конопля для того, чтобы самому себе там на балконе выращивать и дымить, блин. Нет, такое у нас это нелегальное. Конечно, я не видел, чтобы кто-то там с автоматом расстреливал тех, кто дымит, ходит по улицам коноплю. Но в то же время, если спрашиваете легально, то нет, нелегально у нас конопля. Но есть по медицинским указаниям, если вам там врач приписал, что вы без конопли никак не можете, то вам могут выдать разрешение на иметь какой-то кустик на балконе для вашего, как говорят, лечения. Но не больше. Так, конечно, едут. Я понимаю, их подальше от любимой родины. Там есть еще группа людей, которые через Мексику в США. Она вообще огромная порядка, 50 тысяч. Скоро 100 тысяч будет. Ну, что, вариант тоже вариант, да. Вот, в Мексике, вот как-то я стрим проводил тоже с ребятами, которые живут в Мексике. Им нравится. Говорят, хорошо. Лучше где угодно, только не в Мордоре. Тоже согласен. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс в Орентине найти работу по найму в какой-то фирме, компании или в основном все работают на себя? Нет, не все работают на себя. Некоторые находят именно в компаниях. Особенно раньше я видел, когда некоторые даже и программистами в банках работали. И очень много раньше было таких, которые наши работали всякими охранниками. И были целые фирмы охраны, в которых нанимали именно славян, которые там и грузовики сопровождали, и рестораны охраняли, и под банками охранниками стояли. То есть есть наемные работники. Но поймите, в хорошей фирме надо, чтобы ты понимал, знал язык и знал свое дело. А лучше, чтобы ты еще и был каким-то действительно хорошим специалистом. Просто так приехать и сказать с переводчиком или со словарем, что я хочу у вас работать, возьмите мне, потому что мне нужна деньга? Вряд ли. Так что вот. Но найти, конечно, находят люди. Не есть вот все. Просто я сказал, что самое простое, это начать свое дело. Самое простое. Это как бы сразу. Найти работу на кого-то надо иметь. Ну или вот даже у нас там в чате знакомая писала, она, к примеру, имеет свою вот ремонтную мастерскую там по одежде. Она пишет, буду платить сто тысяч, если руки не кривые и немножко умеешь общаться хотя бы с клиентами, и будешь типа менеджером там принимать заказы, обмеривать клиентов, то все. То есть я имею в виду, что между нашими славянами тоже ищут таких работников, которых тоже могут взять. Тех, которые, может, еще не очень круто знают язык и все такое. Но трудненько, трудненько. Сами подумайте, что это довольно трудненько. Особенно в стране, где не есть, что не хватает работников. Это не 30-е годы, когда рассказывали, что тут, когда приходил корабль с эмигрантами, то прибегали эти хозяева всяких фирм и всего там, и всяких земель, и там брали на работу. Кто хочет пойти там скот пасти, кто хочет пойти туда, кто хочет пойти туда. То есть они там работников искали под кораблем с эмигрантами, встречали уже работодателей. Сейчас такого нет. Сейчас никто работников не ищет. Бочка с порохом, привет. Добра и здоровья тебе, спасибо. Ла-плата по-русски можно перевести серебрянка, да, можно так, можно деньги перевести, потому что, ну, плата это серебро. А еще у нас так называют деньга, типа, как бы сказать, ну, вот деньги, да, о, ла-плата, типа, ну, деньги. То есть в таком духе, да, можно переводить, в таком духе. Я же скажу, ну, вот ла-плата серебро. Ну, я же говорю, а еще бывает таких обычных высказываний, говорит, имеешь деньги, типа, ТНС-плата, ну, типа, как бы у нас еще это такое народное высказывание, типа, на деньги. Чёрная река, Рио-Негра, да, не знаю, чё она, чёрная называется, ну, где-то кто-то назвал, но это очень красивая река, очень прозрачная вода, формируется она в горах, в вандах, и потом стекает и впадает в океан. Это очень прозрачная вода, очень хорошая рыбалка, отдых на этой реке. Ну, вот Буэнос-Айреса далековато, нам до Чёрной реки, скажем так, 1200 километров. Я там бываю и только тогда, когда в отпуске. Когда в отпуске едут, и есть такая возможность, что я в тех краях, тогда я туда заезжаю и хотя бы денек там по рыбачке. Ух, уже такой расслабон наступает уже, как бы сказать. Скоро ёлку ставить. У нас же, знаете, да, 8 декабря ёлки ставят по Ленинкине. 8 января их снимают. Так что скоро ёлку ставить. И уже чувствуется всё-таки вот год нервотрёпный, долбанный год такой нервотрёпный. Всё-таки вся вот эта война долбанная, она всех уже вымотала, морально-морально вымотала. Экономика, которая от этого у всех валится, тоже вымотала. То есть, эта срань, конечно, достала. И уже чувствуется, вообще в конце года всегда оно такое, уже такой расслабон. Люди уже начинают думать об отпусках, о том, что наряжать свои ёлочки. И у нас такое же самое. Уже так просыпаешься, думаешь, блин, скорее бы уже отпуск. Больше всего, что в декабре мы себе устроим более такой light, скажем так. Потому что там 4 числа у нас праздник в декабре, потом там 8 ёлку надо наряжать. Потом, наверное, мы устроим себе какой-то конец года отдыха немного. А там и Новый год на носу, так что, может, рыбалки какие-то поделаем, может, туда смотаешься. Так что, наслаждаемся сейчас. И до этого периода уже осталось сколько тут? Две недельки. Вал. Две недельки, и окей. И будем считать, что уже год закончился. То есть, до декабря. С декабря начнем это самое. Где лучше покупать в Буэнс-Айсе компьютерное железо для сборки ПК? Лучше порекомендовать какие-то проверенные сайты или флайн-магазины? Нет, лучше всего, нет, никаких проверенных сайтов, флайн-магазинов. Если хотите и правду собирать компьютер, ну, покупайте запчасти на этом самом, на MercadoLibre. В любом случае, если вам что-то не понравилось, у вас есть возврат. То есть, вам вернут деньги, вы можете положить в пакет, ну, не понравилось, плохо пришло, или ты просто не захотел этот товар, положи в пакет, отнеси на почту, отправь обратно в MercadoLibre. Отметь, что, типа, я передумал, и все. Я так много раз товары отправлял, просто потому что я передумал. Ну, не то, что много, но раза три отправлял обратно, потому что посмотрел, мне не понравился товар, я сказал, не хочу больше, и все. Отправил назад, MercadoLibre мне вернула деньги. Так что ничего страшного в этом нет. Все равно их никто не выпускает, эти запчасти в Аргентине. Все равно они все выпущены, как говорят, на фабриках за рубежом. Но у MercadoLibre можно подобрать цену приемлемую. Вы думаете, что, если в шикарном магазине, то это кто-то его там делал, в этом шикарном магазине. Такое же самое, от одного поставщика берут все. В Аргентине это не выпускается. Плюс, опять же, я не знаю, я бы сейчас уже особо и не собирал бы вообще никаких компьютеров. Я этим занимаюсь. Кстати, кто не знает, я занимаюсь компьютерами. Так что, если кто-то здесь живет и хочет поремонтировать что-нибудь там на русском, или там нет программы на русском, ну, можете написать мне или под видео я соединюсь, или в телеграм-канале напишите, там группа есть у меня в телеграме. Туда напишите, я отвечу. А мне приносят периодически. Поремонтировать, то диски поменять, то виндосы переустанавливать. Ну, мало ли. Это раз. Второе, я что говорил, что я не знаю, собирал бы. Я как-то смотрю сейчас нормальные ноутбуки гораздо мощнее, гораздо удобнее обычных собранных компьютеров. Я вот имею, как бы компьютер стационарный, я им уже почти не пользуюсь. Кроме как утром кофе попить и почитать новости, ну, там, заглянуть в чатик. А так, для хорошей работы ноутбук у меня намного круче, чем этот сборный компьютер. Опять же, он занимает много места, жужжит, гурчит. На одном месте ты должен работать с ноутбуком, ты можешь пересесть, куда захочешь. То есть сейчас я бы, если бы покупал компьютер, я бы предпочел заплатить гораздо дороже, но купить классный ноут. Там с самым последним микропроцессором, с хорошей видеокартой и все. И меня бы это устроило, чем сидеть и собирать все вот эти вот, блин, ящики здоровенные. Ну, не знаю, это лично мое мнение. Я, к примеру, пользуюсь там, ну, несколькими компьютерами. Вот один старенький, да, вот видите. Он у меня для поездок вообще, для поездок на рыбалку. На рыбалку, в отпуск, вот в парк зацепил его, пришел, чтобы читать с него комментарии. Не больше. Хотя он там и три, и у него тут стоит SSD-диск, и я установил Windows 11 на него, то есть он тянет 11 Windows, но для серьезных работ он не годится. А вот поедешь в отпуск, почитать, посидеть новости в кемпинге, и не жалко около костра с ним посидеть, еще где-то в машине, чтобы он там потрясся. Или, к примеру, на камеру наснимаешь много видео, и надо списать куда-то эти, через него можно списать там это все дело. Одним словом, для таких походных условий, для работы другой ноутбук, который действительно мощный, который работает с этими самыми, с нейросетями. Вот я сейчас в последнее время увлекся там немножко нейросетями, вот. И вот он тянет эту нейросеть, и все. А тот, стационарный, это так, больше как телик. Вот, знаете, уже не для работы, а именно для посиделки. Как в телик потаращиться, так вот так и ножку посмотреть, не знаю, чатик почитать, утром, когда просыпаешься, пьешь кофе, может там еще что-то, новости почитать, кто кого куда забомбил, блин, там очередной раз. Ну и все, больше ни для чего он особо не годится. Так что, отберите, ну, ка до либре покупайте, да и все. Не надо вам, ну, если вы сами будете собирать, не надо вам там особо бегать, выискивать какие-то там компашки. Невыгодно будет. Так, чего еще люди пишут? Вы тут хоть полайкали? Или не полайкали? Или всем так жалко жлобству полайкать? Так. Во всех аэропортах, втридорого, конечно, это да, это мы насчет аэропортов. Приветствую, Андрей, привет. Хухуй, хороший город? Не знаю, не был в Хухуе. Хотя хотел бы посетить, но это тоже такая поездка, ну, как, делать особо мне там нечего в том Хухуе, кроме как чисто если в Отус поехать, проехаться по этим местам, всяким, Катамарка, Хухуй, посмотреть там на горы, все, ну, что ты там увидишь? Вот эту ламу, которая будет бегать гору, увидишь лысую. Ну, да, есть красивые горы, но все равно это на раз посмотреть. А так, чтобы там жить, ну, я не знаю, я бы не хотел бы там жить. В принципе, лысые горы, выгоревшая земля и некоторые бегающие зверюшки. Уж даже если на то пошло, горы нравятся, ну, пожалуйста, барелочи, там хоть леса, блин, красивые горные озера, там, и все остальное. То есть, ну, не знаю. Как по мне, так на один раз, как для туризма, то да, чтобы увидеть, что такое существует и как оно выглядит. Но, чтобы жить, я бы лично не мечтаю жить в Хухуе, скажу честно. Мне что туда никак не тянет. Так, слышно хорошо, это отлично. Ну, так, так, так. Фонит. Хорошо слышно. Да, хорошо. Вестер Юнион работает? Работает. Классная погода. У нас уже зима. Не, у нас лето еще только будет наступать. Какая-то местная самогонка. Текила, ром или какой-то. По поводу вина все понятно. Нет никакой местной самогонки. Никто тут не пьет никакую самогонку, никаких ромов, ничего такого подобного. Это очень отличается. Страна, как вам сказать, жижа жарко. Если вы не конкретный алкоголик, то вы не будете в такую жару пить спиртные напитки, которые очень крепкие. Потому народ в основном, в основном пьет вино, мясо или без мяса, и пиво. Это основной напиток. Есть, конечно, региональные напитки наподобие там, в Кордове любят там кока-колу подмешать до этого самого. И как оно называется там, в общем, одно из петли напиток на травках, смешать с кока-колкой, накидать туда леду, пососать через трубочку. Но это все равно не так, как наши привыкли, что именно с там рюмку водки выпить. Нет, такой фигней здесь вообще, ну, такое, славяне и занимаются. И то те алкоголики, которые не могут от этого уже как бы отказаться. А так, нет. Народ попивает пиво, в жару холодное, к еде берет вино. Все остальное это для алкашей. Но их тут мало. Даже местные алкаши, и те вино бухают просто с этих самых спачек, которые термопак, или как он там называется, картонная коробка такая, она дешевая, вот они, эта вина уклюкается, и все, даже местные бомжи и те водку не будут пить. Привет, честной компанией, приветик, молодец. Спускайте их с облаков в господ московит. Не то, что с облаков спускать или не спускать. Здесь сто процентов есть многие люди, которые, конечно, приехали сюда с большими деньгами, их этих денег хватит надолго, и они здесь пересидят и свалят потом паспорта какие-нибудь, как все тут мечтают, что он там через год, через два получит паспорт оргентинский крепкий, куда-то там поедет, в какую-то Европу или что, как будто, блин, оргентинский паспорт ему лицо поменяет, как будто никто не поймет, что это не оргентинец, нифига. Ну, это их прибамбасы. Потом, большая половина здесь не найдет себя и не устроится, и им все будет не нравиться, это тоже будет. Вначале они будут восхищаться, потом им перестанет все нравиться, они будут говорить, что это не образованные, что они не такие, что у них не такие такси, что они не так ходят, не так ездят, ну, это как всегда. Ну, в общем, не такие они. И тоже поуезжают. А вот, конечно, процентов 30, я так предполагаю, останется здесь навсегда. Они устроятся, они будут жить спокойно, работать, развиваться, иметь свой бизнес, и они никогда больше уже не уедут отсюда. Так всегда было при любой эмиграции. При наших тоже так было. Нас сюда валило к чертову гора, а потом осталось совсем мало. Потом, особенно, когда тут перестал быть один песо, один доллар, свалило очень много. Даже попрошайки, которые были там с некоторых стран, здесь ходили, в них был этот самый, как бы, бизнес инвалидов на улицах, знаете, вот этот вот. Это был такой, не буду тыкать пальцами, в страну в определенную, которая постоянно разводила, на всех улицах, на всех перекрестках. Утром шли, костыли под рукой, и шли, рассаживались потом со своими костылями на перекрестках, расставляли шапки и просили, подайте безногому, подайте безрукому. Ну, потом поднимали костыли под руку и бежали эти безноги и снова домой. Вот. А потом, как перестало быть один к одному, ну, прямо вот, город очистился, свалило. Осталось один, два человека, все остальные свалились, потому что бизнес кончился. Так что и здесь будет та же самая байка. Закончится эта война, она по-любому когда-то закончится и большая половина свалит отсюда. Вот. Ну, а некоторым останутся, потому что им понравится Аргентина. Просто потому, что понравится и понравится, как страна. Где они скажут, да ну нафиг, я буду спокойно жить, лучше я буду меньше зарабатывать, но буду, как говорят, спокойно спать, ходить и наслаждаться жизнью, дети будут ходить в школу и все такое. В нашем китайском магазине выбор морепродуктов офигенный. Может быть, ну мы тоже, если в чем, в китайский район ходим за морепродуктами. Там посвежее, там быстро разбираясь и знают, что там очень много морепродуктов, соответственно, туда все и со всего города бегут, а значит, чем больше бегут, тем больше берут, тем больше обновляется товар. То есть там уже залеженную рыбу почти нет. Кстати, сейчас начинается для тех, кто не знает, сезон, потому что он не всегда будет, но сейчас в китайском районе будут продавать скумбрию, она называется кабажа. И до Нового года это будет такой сезон, такой более свежий кабаж, именно жирненький, хорошенький, такой, не такой перемороженный, потом уже не будет такого сезона, будет замороженный, такие будут перемороженные куски, как леда, блин, будут продавать эту скумбрию, вы ее разморозите, она такая вся дохлая будет. А сейчас именно до Нового года сезон, так что кто хочет соленой рыбки там посолить, чтобы типа наподобие селедочки сделать, все такое, мы солим скумбрию. Вот идите сейчас в китайский район, выбирайте, хорошая сейчас должна быть скумбрия в этот период до Нового года. Вот, берите, солите, на моем канале посмотрите в плейлист кулинарии, там есть рецепты и, как говорят, влажной засолки, сухой засолки скумбрии, и потом можете ее еще и прикоптить и можете насоздаться. Вот сейчас этот сезон скумбрии просто такой офигенный. Именно сельдь, сельдь вы тут все равно не найдете, она здесь не продается. А вот скумбрию, не хотите скумбрию солить, а хотите такого соленой рыбки такой хорошей, анчоа возьмите, анчоа, бежбанку, тоже сделайте, будет классно. Ну, в общем, берете такая, как мы называем, синяя рыба, не белая, а синяя, ну, вот ее солите, и у вас все будет окей. Так, они же языка не знают нифига, вот и кучкуются. Да нет, мы тоже, может быть, кучковались, когда-то, когда приехали, но в то время даже интернета не было, сейчас мир трошки же изменился. Ну, и плюс, конечно, то, что языка не знают, это тоже так. Ну, я не к тому, что кучковаться это плохо, я к тому, что, ну, кучковавшись, ты не встроишься в жизнь между благоденхинцами, кучковавшись между собой. То есть, это все равно получится, как бы, это, знаешь, не дома, не здесь. Это, как бы, своим этим самым, своим колхозом в другой стране, ну, она будет, ваш колхоз будет для страны чужой, и вы своим колхозом, страна для вашего колхоза будет чужая, потому что вы не интегрируетесь в жизнь, вы не находите себе общения в этом, вы долго будете учить язык тех, кто так вот себя настраивает. Это только для тех, кто, ну, хочет пересидеть и уехать, для тех это подходит. Ну, а для тех, кто хочет остаться в стране, такое кучкование пользы не даст. Вот. Там, конечно, по-первыхам, не знаю языка, можно найти бизнес друг у друга, типа, о, та хочет ногти покрасить, а та умеет ногти красить, и, конечно, та, где банана шла, а та уже, смотри, какая-то подработка, но, в принципе, это все равно закрытый круг. Это, как в Советском Союзе, блин, было закрытое общество, так и то закрытое общество. Вот. Ориентинцы в это общество совать носа не будут, ну и оттуда им оно неинтересно будет. Блин, он приехал сюда траву косить, я от него бы отошел, но я хотел сесть в другом месте, он там на этом тракторе траву косил, я пришел сюда, теперь он приперся своим трактором сюда, будет за мной ездить траву косить, может, оно едет, конечно. Так. Да, многие едут, живут и не понимают, где находятся, все еще у себя в деревне, и это не ЕС и не США. Полностью с вами согласен. Жрать нечего, станет, туалеты пойдут мыть, а пока было, не потратили, помпигнут. Ну вот, я в принципе, ну как, не то же так грубо, конечно, но в принципе это справедливо. Конечно, мы то, и те, кто останутся здесь жить, как правило, пойдут работать. И я потому говорю, чем быстрее это осознает человек и примет для себя, что ему надо будет устраиваться, как говорят, жить здесь, а не в обществе виртуальном, тем больше он сохранит, успеет сохранить тех денег, которые он с собой привез. Потому что они будут заканчиваться очень-очень быстро. Так, ну тут понравилось ППЖ, ну это не моя выдумка, это я вычитал, признаюсь честненько. Про ППЖ, это я вычитал в чатике в каком-то, не помню. Даже не я вычитал, Света Вычистова мне сказала, а мне запомнился. Вот. Так, привет, Стелла, к сожалению, это ошибка большинства Мирантов в многих странах. Не так важно, откуда человек, Московия, не Московия, там дело десятое. Но люди везде, люди, в итоге денег нет. Ну вот, я же об этом и подсказываю, ребята, подсказывайте профессии, на которые вам надо обратить внимание. Не столько на профессии, не столько на поиски, на сколько на брать в руки то, что знаешь и пробовать делать простые работы. Это не значит, что ты должен остаться на всю жизнь там просто рабочим, даже если тебе сильно это не нравится. Нет, это до лампочки. Ты потом, когда выучишь язык, ты если даже начнешь зарабатывать на то, чтобы оплачивать свою квартиру, это уже будет великое счастье. Это значит, те деньги, которые ты там с собой привез, у тебя в запасе есть, они останутся тебе на дольший срок. Может, ты потом бизнес с них откроешь какой-то. Но за это время ты сможешь подучить язык, ты сможешь начать общаться с ориентинцами, ты сможешь начать общаться с людьми, видеть не то, что ты хочешь, и не то, как они живут, а тебе-то нравится или не нравится, а то, понимать, почему они так живут, и принимаешь ли ты это или нет. и потом ты подучишь язык, ты сделаешь документы, ты сто процентов определишься, надо оно тебе или нет, и скажешь, ну, теперь я уже этим не хочу работать, я уже теперь буду вот этим вот заниматься, типа, делать там совсем другие работы. Ну, и тоже, когда приехали там, и воду на перекрестках продавали, и бегали там, диски какие-то музыкальные, ну, в каждом периоде был свой период, что продавать, что делать, и на стройки ходили, и ездил с такими же ребятами, там были и русские, и украинцы, мы ездили бригадами аж за город, черт на куда, в школах там красить, ремонтировать, там один находил для нас работу, а наша бригада была как работники, мы там с двумя пересадками на поездах фигачили аж за город на самую окраину в какой-то школе ремонтировали, ремонты делали. Понятно, что человек-арентинец, который нам находил эту работу, он брал в 10 раз дороже, а мы работали, но мы не сдавались, ну а что уж, потом потихоньку, потихоньку начали уже, ну, каждый сам себе рассасываться, что-то находить в своей бизнесе, и все. Сейчас те, кто со мной на таких стройках работал, ну, сейчас свои кафешки имеют некоторые, некоторые поуезжали, один уже уехал, имел тут овощный магазин, сейчас уехал, сейчас, по-моему, вообще в Канаде уже дорчить, то есть, но начинали, даже те, кто, вот я помню, вот тот, что я про него вспомнил, про человека, он, кстати, из Украины, по-моему, по-моему, насколько я так смотрел в фейсбуке, наверное, уже где-то в Канаде, вот, или в Америке, ну, где-то там, в тех краях, так вот, даже у него были деньги, были деньги, и он хотел открыть себе, типа, у него была мечта овощной магазин открыть на Палермо, но он пошел сначала работать на армян, грузчиком, в армянском магазине, для чего? Для того, чтобы понять, как вообще этот магазин существует, как он, ну, типа, как вообще работает овощной магазин, где покупаются продукты, и как бабок обслуживать надо, как, как что говорится, и все в таком духе. То есть он не приперся сразу с этим самым, с идеей, что у меня до хренадения, а он приперся и начал работать, рабочим, с нами вместе мешки таскать и все остальное. Правда, мы там и остались, а так как у него были деньги, он там поработал меньше в период времени, и начал с хозяином договариваться, что тот ему помог тоже открыть такой же магазин. Ну, и тот ему помог, потом он открыл, и вот его ошибка. Сейчас расскажу. Если он меня смотрит, привет ему. Он сразу открыл на наш манер, как мы привыкли. То есть он сразу обставился зеркалами, крутыми витринами, поставил в шикарных ящичках эти вот продукции. Мы пришли как-то посмотреть и думаем, блин, это овощной магазин или музей? Он не понял реальности оригинтинской, что оригинтинцам это нафиг не надо. А они привыкли в ящиках поковыряться, порыться. Им не надо это аптека, на которую надо смотреть. Он вроде как с одной стороны понял, но мало пожил и мало понял. И так он и закрылся. Так он и не пошел, потому что они смотрят на такой магазин, он думает, что он типа по-нашему, по-славянски, шикарно будет выглядеть, круто будет. Оригинтинцы смотрят, думают, нафиг нам надо, это какая-то аптека, это какая-то выставка, это не магазин. Магазин это там, где пришел, руки засунул, в ящики поковырялся. Вот магазин. Сам себе что-то наперебирал, все пальцем потыкал. А когда тебе делают такие шикарные витрины в зеркалах, и говорят, не тройте, мы все подадим чуть ли не пинцетом, они смотрят, думают, да ну нафиг, вы такое, нам не надо. Так что вот вам простые ошибки. Не думайте, что то, что вы там придумали супер-пупер, вот оно, блин, пойдет, потому что тут такие недоумки, они вот типа как бы до этого не додумались. Может они уже сто раз до этого додумались, и оно просто не идет, никому не надо будет такой, как говорят, овощной магазин, который больше смахивает на музей. Может люди по-другому привыкли здесь, это самое, смотрите, на лодках поехали кататься. Вон, видите, две моторки фигачат. Кстати, в последнее время браконьеры здесь завелись, на них, по-моему, там уже мы начали подавать в суд, блин, и, по-моему, тут мы их, если я завтра их снова статрафирую и приближу камеру, и они тут сети привозят, кидают, то мы на них точно в суд подадим, чтобы их утопили. Они приезжают, тут начинают сети кидать на лодках, знаете, и не удивлюсь, если эти две лодки тоже какую-нибудь сеть тянут. Вот народ приходит, видите, поотдыхать, раскладывается под деревьями, вот парень пойдет рыбачить, он уже побежал посмотреть, как что клюет, что не клюет, а вот его семья сейчас под деревом разложится, и все. Вот так вот ориентинцы проводят свои куни. Этот змей принес, будет пускать вот воздушный. вот парень пошел, он стоит, смотрит, какая сегодня вода, насчет закинуть удочку, он им удочку там принес под деревом, поставил, а семейка будет вот отдыхать в холодочку, в тенечке. так продолжаем читать, что нам пишут. Кстати, туалеты мыть не так уж и страшно, любая работа для оплаты счетов нормально, я тоже так считаю, у нас очень многие тут занимались и не только туалеты, вот и уборка улиц, и я многих знал, ну не многих, двух-трех человек знал, которые наши, русскоязычные, они вот уборкой улиц занимались. И что вы думаете, они даже и тем самым, и я у них спрашивал, они и другой работы и не хотели, потому что эта клиба, фирма, она очень даже хорошо им платит за эту уборку улиц. Они там вот прошлись с метелками на улицах, подгребали в мешочки, повыкидывали это и они работали в этой клибе девушки и говорят, не-не-не, мы не науе отсюда, тут профсоюзы, тут зарплата хорошая. Не-е, я, блин, говорит, там полсмеры походила, участок несколько улиц помела, мешочки поскидывала это все, мешочки пооставляла на улице, потом машина проедет, заберет тачечку, она договорилась, там ставила, кафешка была и в кафешке, в подсобке тачечку оставила, там же потом переоделась в шикарную и пошла по кабине догулять, фиг, кто скажет, что она там перед этим в форме зеленой, там это самое, улицы подметала, ничего страшного, а даже те, кто и знает, ну и что, нормально, работа есть, работа, улицы подметать, значит улицы подметать. Где мы, где моя мышка, что-то она мне тут, блин, на компу не двигается, как этот кричал, где мой мозг, так и здесь, где моя мышка, а вот нашлась, когда на компьютере долго не это, он начинает спать, ложиться, я им, блин, двигаю, а мышки нет, то я ей спрашиваю, где моя мышка, вот, так, некоторые из них, ну уж больно, пафосные, а на самом деле, очень наивные, вот, 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 так, особенно на первое время надо хвататься за любую работу, учить язык, и шаг за шагом, все будет, я же про это говорю, чем быстрее осознает, тем быстрее осознает, что не то, что он ждет, когда он фирму откроет, тем быстрее он осознает, что надо пока что схватиться за все, пока ты язык не вылечишь, тем больше денег сохранится из тех, что привез, ну, а некоторые, конечно, это не дойдет, они дойдут до плинтуса, пока не растратят все, и потом будут бегать, верещать, что теперь им, блин, не за что жить, в Евросоюзном народ сам уезжает, так, в третьи страны все дорого, на работе много не платят, по их меркам въезд намного сложнее остаться легально, так как все плохо, подскажите, как дела с детским массажем, с утра прощинаем детский массажист, собираемся переезжать, возможно ли засрежется, как ИП, спасибо, здесь есть документы, возможно, зарегистрироваться, как ИП, вот, именно с конкретно детским массажем я не знаю, ну, потому что, правда, не знаю, ну, я вроде как не ребенок, а вроде как и не массажист, но то, что массаж здесь пользуется популярностью, это пользуется, и салоны есть, и на дом ходят массажи, и при отелях всяких, я слышал, там есть массажисты, которые очень хорошо живут, которые работают, обслуживают в отелях, договариваются с отелями, и если нужен массажист, типа вызывает, только в нормальном смысле слова массажист, потому что тут есть понятие немножко ненормальное, сами понимаете, да, там массажист, можно назвать что-то другие услуги, вот, но в отелях именно массажисты тоже, то есть, кто еще не знает, где приустроиться, но он массажист, можете даже вот в этом вопросе посоветоваться, там тоже работает, или пойти в массажные салоны, и попроситься массажистам там, даже без знания языка, или при маленьком знании языка, вы уже можете устроиться, а потом будете открывать свое ИП, потому что сразу говорю, никто не откроет никакого ИП по приезду, если у него не будет легализации в Аргентине, забудьте вы вот этот вопрос, приеду, открою ИП, как ты его, блин, откроешь? Для того, чтобы открыть ИП, надо аргентинский документ, все, на этом, это первый и последний стопор, который да, нет аргентинского документа, никакого ИП ты не откроешь, вот и все, так что тебе придется устраиваться таким образом, но это возможно, и массажи пользуются популярностью, и все такое. А про двоякость понятия слов, про двоякость понятия слов, здесь можно понимать наподобие того, вот, как говорят, допустим, массаж, да, массаж может быть один, может быть другой массаж, или, к примеру, здесь есть такое понятие сауна, да, у нас можно, понятие сауна, это сауна там, где парятся, а здесь понятие сауны, это трошки другое понятие, это наподобие публичного дома, извиняюсь, изображения. Так что вы особо, когда слова что-то не понимаете, особо им не бросайтесь, Прежде чем что-то говорить, надо совсем хорошо понимать, как оно здесь воспринимается. Потому что вдруг это не совсем то, похоже, к чему вы привыкли. Хотя здесь даже говорят и сауны, реально сауны какие-то тоже где-то есть. Даже туда мои знакомые как-то ходили. Я лично сам не был в таких саунах. Но говорят, что они где-то есть. Даже те, которые там. Так, со свободным графиком доставка продуктов в РАПИ или ПЕДИДОС. Да, тоже верно, тоже. Можно и этим заниматься. Да, доставкой продуктов и на велосипедах, и пешком, и на МОПИках, и на чем попало. Многие даже подрабатывают там параллельно. Доставкой продуктов занимаются те, у кого есть своя машина. Он просто едет на работу и с работы. И он берет определенные заказы по дороге и еще и продукцию доставляет. То есть люди стараются подрабатывать, где только могут. Там много людей в группах, которые не понимают, куда едут. Едут в составе собак и кошек. А им так, то говорю, ребята, оставьте своих животных родителями. Играться это не праздник. Ну, да, здесь, конечно, звери любят, но, честно сказать, это как за детьми, это сильно ограничивает. Надо за животными ухаживать. Они болеют, за ними надо и какашки на улицах собирать, извиняюсь. Но тут так, в Аргентине, принято какашки собирать. Вот я, к примеру, не хочу ограничивать себя тем, чтобы иметь собачку там и ходить. Вместо того, что мне надо что-то делать или куда-то ехать, я должен бегать за ней или собирать за ней какашки. И везде с ней пойдешь и еще что-то. Хотя, вот, когда я жил раньше в Украине, у меня были собаки. Я постоянно был большой любитель собак. У меня были и кавказские овчарки, и по несколько штук. Они жили на даче, в вольерах, и были обычные овчарки, и среднеазиатскую, если бы припер, блин. Так что, то есть, был таким еще собачником, тем еще. А здесь уже как-то не собака, это, ну, как бы, дополнительная забота, которая тебя все-таки должна отвлекать на многое. А если еще много, так и подавно. Уже ты, как бы, привязан к животному или животное к тебе, и это уже чудо-бнито. Так, главное, чтобы не стучали соседи. С полицией проблем не было с подставами. Например, в США могут посадить, если ребенка одного дома оставил, на 30 минут 15 суток паяет. Я вот вам как скажу, главное, чтобы не стучали соседи. Тут главное, чтобы вы не доводили до того, чтобы на вас, блин, не стучали соседи. Вот в чем прикол. Вот у нас в доме, блин, жила одна семейка с Крыма. Так вот, не стучали на них соседи. И они так горланили, и так матюки гнули по ночам, и пились по пьяни, блин, которые с криками, я тебя прирежу, я тебя убью, блин. Что вызывали соседи полицию? Правильно, и полиция сюда приезжала через день, блин. Сейчас где-то они пропали. По-моему, у нас уже больше не живут они в нашем доме. Так вот, и потом он пьяный ходил, бродил, то по лестницам спал, где-то в квартиру не попадал, то все инкаргады в дома смотрят, говорят, бедный мальчик, его снова домой не пускают. Он сидит на тротуаре пьяный, кемарит, там носом, блин, в асфальт, в соплях весь. Так что это еще зависит от того, чтобы соседи не стучали. Соседи не будут стучать, если вы будете себя нормально вести. А чтобы вы себя нормально вели, а не так, как эти себя вели, которые потом, как не приезжаешь, полиция под домом, с ними разбирается, стоит. Так это кто виноват? Соседи, что стучат? Или вот такое поведение, которое целую ночь горланят, блин, друг с другом с палками бегают. Тут непривыкшие в Аргентине до такой дикости, блин. Снимают дорогие квартиры, не понимая, что скоро нечем будет за них платить. Квартиры, кстати, подорожали. Но это не к тому, что тут снимают дорогие квартиры, и они подорожали. Хотя в рекалеке и в этом, и в Палермо, да, подорожали тоже сильно. Но в принципе, сейчас одна комнатка, сегодня в утром читали, одна комнатка стала под 50 тысяч, грубо выражаясь. И уже, как бы, таких маленьких цен почти нет. Так что все дорожает. Ну, правда, сегодня же доллар подорожал. Ну, у нас просто жизнь дорожает тупо. Ну, это всегда было. Так что, ну, квартиры еще дорожают не потому. Дорожают потому, что у нас есть долбанный закон, который, в общем, сильно ущемил тех, кто сдает квартиры. И сильно открыл двери для тех, кто пытается настучать на того, кто сдает квартиры. Соответственно, многие из тех, кто сдавали квартиры, решили их закрыть и не сдавать. Или продам, или пускай, блин, закрытое стоит. Все. Но вот это регистрируется в налог и получать оттуда, от своих, как говорят, тем, кому он сдал, еще же на него стучали. Это плохие примеры. И пока этот закон не изменится, рынок сдачи квартир здесь практически упал. А так как его почти нет, то есть раньше вы идете по улицам Буэнос-Ареса, смотрите, на балконах такие таблички. Вендо, 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 продаю, продаю, там и номер телефона, какая компания продает, ну, вот риэлторская. И также было половина, а то и больше половины, было алькилер, алькилер, то есть сдаю в аренду. И тоже номер телефона риэлторской конторы. То теперь это, вы не увидите таблички на балконе, которые висит где-то в Буэнос-Аресе, в котором написано алькилер, алькилер. То есть только продажа, и то мало. А квартиры никуда не делись. Вот если посчитать, в моем подъезде мы считали как-то, сколько, ну, не в подъезде, в моем, на моем этаже. У нас раз, два, три, четыре, пять квартир. У нас пять квартир на этаже. У нас две закрытые. Они просто тупо закрытые, и все, их не сдают. Хозяин приходит, и говорит, когда там ремонт сделал, когда я его видел, там последний раз, наверное, несколько месяцев назад, и все. И так, это вот на этаже, это даже не в подъезде, не в доме, только на нашем этаже. Из пяти две просто тупо закрытые, они не сдаются. И они ее держат так. Вот отчего повысились цены, от того, что их не хотят сдавать. Так что не присваивайте там идею о том, что это потому, что тут приехали богатые русские, они там поснимали, и все, и все хотят им сдать. Нет, нифига. Это просто из-за закону оригентины. Все остальное, это просто самобичевание, что вы думаете, что из-за вас там кто-то, блин, поснимал там, ну, типа, поднял цены на квартиру. Так, так, так. Люди не двигаются из-за закона по квартирам. Вот, наверное, этот Руфус пишет в чатике, потому что рассказывает, и говорю, вот, попадете в трудное положение, что будете делать? Как-то на меня накинули, типа, заблокируйте этого гада, кричали, в итоге блоканули, я хотел помочь им искренне. А, ну, точно, я же, наверное, в чатике сидел. Нет, я в чатиках не пишу вообще никогда. Мне там, во-первых, не интересно, во-вторых, это, так сказать, это взять попкорн и почитать. Сами дойдут люди до того, что им нужно. Тем более, там же у каждого своя ситуация, не все же одинаковые. У кого-то действительно там все будет классно, А кто-то уже жопу умыли, чтобы думать, где да как устроиться, да где подешевле схватить и сэкономить, или за что прожить. Так что не все же одинаковые. Где мой мышка? Где мой мышка, блин? Так, да что ж такое, солнце уже слепит сюда в компьютер. А я ж хотел дочитать. Не хотят слышать правду. Тут можно не работать, а питаться одной рыбой с таким улом. Можно и так. И некоторые рыбу ловят и на продаж, продают это тоже. Вот хотите историю про то, как, к примеру, прожить в кемпинге бесплатно в летний период, да, на море, отдохнуть, вот там, пару недель. Во всяком случае такие ребята есть, которые, вот есть даже, которые ездят гоп-стопом там по всей Аргентине и дешевле выходит. Девушку даже такую встречал в Барилочи, которая туда гоп-стопом добралась с рюкзачком и с палаткой в руках. А есть еще такая группа, вот, к примеру, ну, это понятно, к примеру, можно разных много наводить, но один из них. Есть такой городок, называется Кларом-Эко, около Баи-Бланки, 70 километров там от Рудитреса. В общем, мы там раньше ездили часто туда, это 600 километров от Буэна-Сайлеса, но там очень чистая вода, хорошая такая. Туда входит теплый океан, туда приходит бразильское течение, там даже медузы подходят и все. То есть, где он настолько теплый, что там медузы плавают, ну, не все время, но бывает. И очень прозрачная вода, не такая, как Мар-де-Ля-Хо, когда подмешано с этим речкой Лаплатой. И там есть кампинг, Дунамар называется, за 100 метров от океана. И вот приезжают ребята, к примеру, на две недели пожить в Дунамаре и в кампинге. Это же дорого, правда? И вот вы когда зайдете в этот кампинг, когда-нибудь кто-то там будет, ездите, типа автокампинг. На машине поедете, палатку поставите, поживете. Или кто там имеет домик на колесах вот этот. То вы увидите, что там очень много бизнеса в середине. То есть некоторые, скажем так, приезжают и у них такие тачки на колесах. И они палатки ставят и живут. И эти тачки на колесах, которые они там на велосипедных, которые они толкают там по пляжу потом. И на этих тачках висит куча одежды, всяких шапок, очки, там, все, что пляжные вещи. И вот они живут в кампинге, и тут же днем они ездят по пляжу и продают. Эту тачку толкают между отдыхающими и продают вещи. И тут же уже зарабатывают. И получается, оплачивают и кампинг, свое жилье, еще и бабки зарабатывают. То есть продавцы сезонные, которые едут на пляж и продают там вещи на пляжу. Другие ездят, продают всякие чуросы, то есть там еду какую-то, там, какие-нибудь сладкую кукурузу, там, еще что-то. И вот многие едут прямо с Буэнос-Айреса на этот период, чтобы на пляжникам, пляжники всегда отдыхают, тратят деньги, на пляжу продавать вещи. А живут в кампингах. Таким образом у них, получается, они и отдохнули, и подзаработали. А вот про рыбалку. Здесь, во всяком случае, в тот год так было. Там собрались человек 8, наверное, рыбачков, которые на каяках. Ну, вот, как я там в моих видео видел, на каяках бывают. Бывал. Сейчас посмотрим, будет этот самый. Они каждое утро, потому что вы знаете, что океан под утро стихает. Вот каждое утро перед рассветом солнца, еще вот тока-тока сереет. Это самый тихий океан. Ну, если нет, шторма, ничего. Они выходят в океан на каяках. Ловите рыбу. Ну, и там их человек 6-8 всегда собирается. Для чего? Для того, чтобы, ну, и помочь друг другу. И безопаснее все такое. И пока ветер не начнет подниматься, пока не начнет сильная волна становиться, и все, где-то часов до 12 они ловят. И к 12 они сваливают с океана, потому что дальше пойдет, скажем так, штормить. Вот. И вот до 12 они ловят рыбу. И бросают в каяк. Все, все, это в каяк, каяк, каяк. Океанскую. И возвращаются на пляж. А вот пляжники уже знают, что там ребята свежую рыбу ловят. И они уже ждут. Уже очередь стоит. И когда они возвращаются, они тут же на пляжу. У них пляжники раскупают эту рыбу моментально. Все, они бабло заработали. У них есть деньги. Их есть за камбин заплатить. У них есть за что жить. И дальше у них просто пляж, отдых. На следующее утро они делают то же самое. И так вот, он занимается рыбалкой. Зарабатывает бабки. Живет бесплатно на океане. Наслаждается отпуском. Как вам идейка? Ну, хоть лайк поставьте, что ли, за идейку. А на пляжу всегда, как только знают, что там рыбаки заходят в рыбу, пляжники вечно остаются и уже ждут, пока приедет рыбак. И сразу свежую рыбу брать, чтобы на мангале приготовить свежую рыбу. Тут же пойманную. Мы так же само с товарищем Иваном и его семьей ездили в феврале на лодке рыбачить. Мы наловили там где-то, наверное, килограмм 60 рыбы. Когда были на океане и на море. И мы вернулись. Я взял немного рыбы, Иван взял, еще меньше рыбы, филешек себе, а все остальное мы оставили тем, которые чистят рыбу. Мы им просто ее отдали. И они тут же на пляжу пляжникам ее продали. Так что рыба идет на пляжу аж со свистом в этот период. Вот вам, как вы говорите, и рыбки половил, и можно прожить бесплатно. Вот идейки, как в отпуске подработать. Раздавайте на пляжу, живите за эти деньги. Жить в палатке и шишками питаться. Ну, если, кстати, вот в этом кампельне там кедры растут, там кедровые шишки. Так что можно и шишками питаться. Мы там семечки щелкали. Так что тоже неплохо жить в палатке и шишками питаться. Так, стать рыболовым и собирателем. Не совсем плохая идея стать рыболовым и собирателем. Это тоже. Почему? По одной простой причине, что здесь вот, я точно правил не знаю, но охота здесь разрешена, и те, кто охотится, очень хорошо мясо добывают, очень хорошо добывают. То есть это не есть что-то сложное, просто мне не нравится охота, но, в принципе, это не сложно. Так же, как и рыбалка, так и охота, и получить это разрешение и на охоту, и все. И здесь местные фермеры очень часто вызывают поохотиться, охотников приглашают прямо на свои поля, чтобы они там зайцев убивали, потому что их там до черта других. И есть целые угодья охотничьи не так далеко от Буэнос-Ареса за 300 километров. Есть в Топальке, к примеру, там очень много охотничьих угодь. И люди, которые ездят, там навалят мясо столько, что если у него есть где поставить фризер, то, конечно, чуть-чуть поохотившись, чуть порыбачив, ты набьешь фризер себе на год мясом и рыбой столько, что, конечно, тебе хватит на многие. С голоду ты не помрешь. Я же рассказывал, лицензия на рыбалку стоит 70 песов, это меньше, чем одна пачка сигарет стоит, так что на год. И ты можешь рыбачить, и забирай себе рыбу, и если ты, как говорят, имеешь фризер, куда ты ее наморозишь, то ты можешь ее наморозить столько, сколько захочешь. А еще можешь купить по дешевке просто у местного населения тоже мясо. Когда ты путешествуешь, можешь каких-то фермеров поспрашивать, как правило, ты там вообще очень дешево можешь купить мясо, ну или поохотиться. И все, фризер, и ты будешь как мясокомбинат жить. Так, отличная рыбалка. Как там подводная охота? Есть прозрачные водоемы? Есть, но не около Буэнос-Айреса. Это уже вот Рио-Негро, то, что я рассказывал, и всевозможные горные озера, это да, вот там, но это далеко от нас. Вокруг Буэнос-Айреса и в сторону Бразилии от Буэнос-Айреса, это все мутное, все мутное. Это потому, что земля такая, потому что земля глинистая. Особенно в сторону экватора там глина, и там вся река несет глину, и все оно мутное. Так что здесь подводной охотой, если хотите заниматься, это только можно в океане позаниматься. Там есть места такие наподобие Никачей, городков, в которых есть много камней, прибоев. Там по пещеркам под этими камнями можно пошастать. Там очень прозрачная вода. Потому еще ниже, к примеру, наподобие это Куэрто-Мадрина, вот, Лас-Грутос. Там вода прозрачнейшая в океане. Там занимается подводная рыба. Ну, не знаю, охотой подводной, а вот именно подводная, там столица по подводному плаванию, скажем, там учатся курсы, все. Там рыбы валом. Но это далеко. То есть для развлекухи это так вот не наесешься. Это в плане один раз поехать в отпуск, раз в году, да, посмотреть это все, это крутенько. Ну, отсюда это получается у нас около двух тысяч километров. Я не думаю, что это такая для поохотиться. Две тысячи километров в одну сторону не самая такая. А рыбалка, охота, да. Так это проще. Ну, и грибы. Те же самые в сезон. Местные, что грибов не берут. Рады в ваш эфир попасть. Дядь Лёнь, здравствуйте. Приветики. Так. Белые грибы собирать. Ну, я белых грибов не видел. Хотя наверняка они есть. Но я думаю, они в районе Барилоти. Потому что в магазинах продаются. И по интернету видно, что есть кооперативы, которые их собирают и отправляют на экспорт. Я думаю, это в районе Барилоти. Для нас попроще тем, кто здесь живет, попроще рыжики собирать. Рыжики это все-таки вот на побережье океана. Это 350 километров от Буэнос-Айреса. То есть мы успеваем рано утром уехать, проснуться в 4, поехать 5 часов из дому и вернуться часов в 11 вечера в Буэнос-Айрес и сделать вылазку на океан, насобирать рыжиков. То есть для нас это как-то чуть-чуть попроще. Как бы это считается. А с белыми грибами я, во-первых, не знаю где, но я думаю, что очень далеко. Так, ну если руки с задницы не растут, как я понял, жить можно. Конечно можно, почему бы и нет. И просто, что надо попроще начинать. Не надо, как говорят, думать о том, что я был крутым импресарио. Ну и что, что ты был крутым импресарио? Ну в смысле там фирмачом я был крутым. Ну был. А теперь ты в другом месте. Там ты дома может и фирмач, а здесь ты, блин, в принципе никто. Так что, знаете, тут надо по-новому начинать все. А если руки имеешь, можешь и строительством заняться, и покраской заняться, и ремонтом заняться, и компьютерами можешь заняться. Да много чем. Да хоть на Меркадо Либре продавать вещи. Купил бы одни вещи, купил бы на Меркадо Либре, если нашел, что подешевле. Даже не надо супермагазин на себе строить. Конечно можно. Шевелиться можно, и надо даже. И чем быстрее этим заняться, тем больше шансов на то, что оно лучше получится. О, Диана, горячий привет. Очень рада вас видеть. Спасибо огромное. Леонид, есть вообще шанс, что в Аргентине будет нормальная экономика без теневого курса доллара с новыми выборами? Нет, конечно есть, обязательно есть. На это, честно говоря, и надеемся, потому что я думаю, я думаю, что должно вот уже с этими выборами меняться. То есть бесконечно тут ужта продолжаться не будет. Она уже всем аргентинцам очень сильно надоела. Здесь все немножко выборы, и все остальное происходит по-другому. Мы как-то тут с одним товарищем своим тоже как бы перед прошлыми выборами, позапрошлыми заспорили. Не то что заспорили, а просто так обсуждали. Он говорит, нет, вот если на рынке посмотреть, там если посмотреть графики, то будет вот там типа макро. Я говорю, не будет, блин. Не, не, ты вот там рынки смотри. Не надо никаких рынков смотреть. Надо настроение людей смотреть. И так оно и вышло. Нифига. Сейчас тоже настроение такое, что будет меняться. И большая надежда на то, что будет меняться. То есть запрос в обществе на это очень большой. Здесь хотите вы верить, хотите вы не верить, но выборы здесь проводятся более-менее разумно и честно. То есть если какой-то кандидат победит, то он, блин, победит. Хочется кому-то там этого не хочется. Никакой ресурс не поможет, скажем так. То есть просто так подписать голоса, лишь бы подписать, никто не подпишет. Вот. Как бы кому-то он не нравился. Так что надеемся, что да, что санс есть. И что если придет снова этот самый какой-то вразумительная вещь, другое правительство, то сразу курс станет одним. Просто одним. Так как, в принципе, он и был до Тишнеризма, и так как он был в период макри, а потом уже снова пришли Тишнеризма, и снова эти два курса. То есть, в принципе, когда не было Тишнеризма, то курс всегда был один. Какой был, не был. Один к одному, один к 14, один к 15, но он был один. То есть он по этому курсу, что по государству, что ты. А потом нашли эту ничку, отмывание бабла, отбирание бабла, типа сделать два курса. Для народа один, для государства другой. И на нем очень хорошо наживается. И, конечно, тут так, ребята, у меня есть маленький этот, мне надо переехать. Я думаю, что я так пучаюсь, а я на солнце. Тень ушла. Сейчас будем делать переезд. Так что подождите, я поставлю, посмотрите на рыбалку, а я перееду в Тишнер. Иначе я тут сейчас сгорю. Так, микрофончик. Я вас перенесу. Иначе я врежу тут дуба. Так, вот. Пока что тут постойки. У меня тут крутой переезд, блин, прямо как капитал. Я тут босиком бегаю. Даже еще ниже поеду. Как вам моя система такое покрывала? Я его таскаю в холодок. У меня на нем вода, но, дух мои, прикол все возможны. Подушечки. То я сейчас, блин, буду как на Париже. Ой. Так, не знаю, теперь. Чуть-чуть подрегулируем. По стоечке. То я буду сейчас, как этот самый, как на мангале. Сгорю. Че-то я заболтал все. А это же все онлайн. Так что онлайн и бывает разными. Все, я в тенечке. Фух, блин. Чуть не сдох там. Прикидывайте. Вот какое у меня тут лежбище. Смотрите. Видите? Тынь-тынь. Теперь можно и посидеть, водички попить, а то сейчас приступ случится. Солнечный удар. Вот вам Ориентина. Давай. Надо кинок. И чуть-чуть наклонить. Вот так. Все. Читаем дальше. А то я думаю, уже на ноутбуке не вижу буквы. Вот то, что оказывается тут. Все. Так. Так что, про шанс работать и жить тут есть. Единственный шанс, что надо смотреть, как говорят, что хотел еще сказать. Не выдумайте, когда будете какой-то бизнес делать, как говорят, не выдумайте, что-то там свое, что вот тут, типа, как я рассказывал про этот овощной, который там зеркалами обставился, а Ориентинцам надо, чтобы это были обычные деревянные ящики. Тогда они чувствуют, что это их не овощной, что это то, к чему они привыкли. То есть, не вы думаете, что вы сюда принесете какую-то культуру, блин, которую там все ждали. Потому что может не пойти нифига. Вы можете рассказывать, что у нас там вот так, оно так, вот, блин, оно и тут, знаете, они такие тупые, мы сейчас им как покажем, потом оказывается, что вы вкладываете кучу денег, кучу бабла в это все, а оно нафиг никому не нужно. Вот в чем прикол. Это как варенье, знаете, когда-то, я уже миллион раз рассказывал этого случая, когда-то приехали, смотрим, клубника дорогая, и один говорит, я организую поставки кораблем клубники, сюда мы такой дешевый клубники, столько навезем. Он, блин, не дотукивает, что тут клубника дорогая не потому, что клубники нет, тут потому, что они ее берут только на украшение торта. Из них никто тут варенье не делает. Эта клубника никому ведрами не нужна. И ты можешь привезти сюда хоть 10 барж, блин, клубники, и ты ее выкинешь, ты ее утопишь, всю эту клубнику, понимаете? То есть я вот в этом не стройте каких-то идей, пока рынок не изучите. Потому что вдруг эта фигня, она оригинтинцам просто не надо. И вы единственные будет то, кому оно будет интересно. А всем остальным эта фигня просто будет неинтересна. Вот в чем прикол. Не думать, что они такие глупые, тут нету потому, что они такие глупые, до этого не додумались. Может, уже сто раз это проходили, и просто оно здесь не идет. Я имел в виду, что хорошо сначала бы посмотреть, надо ли оно людям. так как я вижу, там начинают. Я вас научу бабло зарабатывать там на крипте, как стать миллионером, как стать вот этим. Думаю, Маняново я, Пескар. Сейчас идет поговорить один. Увидел меня издалека и начинает мне махать, а что я типа не рыбачу. Это же все места-то рыбацкие. Рыбные места, как говорят. Они меня как увидят, так бегут. Вон. Видите? Тут же все рыбацкие места, тут все рыбаки, тут все подписчики. Завтра буду тут рыбачить. Завтра будем делать рыбалку. Сегодня будем болтать. Так что я про то, что бывают такие вещи, которые здесь люди уже проходили, а оно просто не прижилось, и оно не нужно, и оно не пойдет. Так, да, жить везде можно. Вот вопрос, сколько можно отложить на будущее. С этим здесь проблематично пока что. Ну, не скажешь, что оно совсем у всех не удалось. Есть же, конечно, и куча богатых людей. Конечно, с простой работой трудно будет отложить здесь на будущее. С тем, как идет инфляция, с тем, как растут цены, это правда. Отложить здесь, это, ну, как бы постараться еще надо. Зарплата учителя в школе. Я думаю, небольшая зарплата учителя в школе, но точно цифру не знаю. Потому что я знаю, что они вечно постуют, эти учителя. Вот сейчас как наступит, только этот самый, март месяц, сразу начнутся забастовки учителей. Они будут требовать повышения зарплаты. Это каждый год. Как только у нас в марте начинают учиться, как только март наступает, первый месяц школы, это сразу забастовки учителей, одну-две недели. Потом они договорятся в конечном итоге профсоюзы, что им там повысят. И потом в конечном итоге начнут учиться, потом их правительство начнет заставлять, чтобы они время забастовки, которые они забастовали, отработали потом. Они будут упираться. Ну, это как бы песенка каждого года. Всегда одно и то же. Валентине мафия, но чего решает? Вполне, да. У вас был эфир с друзьями из Мардельплаты. Они про дом продажи говорили. Как-то можно с ними связаться? Ну, смотрите, как вам сказать? Пишите, пишите под видео, что вы хотите с ними связаться. Я думаю, они ответят, они мои видео смотрят. И я уверен, что они, как говорят, заинтересуются, вам ответят. А просто так раздавать всех своих знакомых в телефоне без их согласия я не собираюсь. Так что пишите, они вам ответят, если посчитают нужным встретиться. Привет, Леня, рад видеть, слушать толковые суждения. Спасибо, Глеб, спасибо. Подскажите, можно ли найти работу инженером в хорошей фирме? Инженеры славятся. У нас инженеров, как правило, не хватает. Думаю, можно, но я не искал. Но думаю, можно. Как говорят, тут все поступают учиться в основном на гуманитарные науки, всяких психологов, адвокатов, ну и все в таком духе. А вот на инженеров говорят вечный недобор. Соответственно, я думаю, и в промышленности их вечный недобор. Леонид подскажет, а, там мы прочитали. Где можно реализовать этот плата? Я не понял, этот плата реализовать. Как на вас повлияла война, если вы так далеко живете? Как на всех, как на всех. У меня что, нет семьи, что ли? Конечно, повлияла война на всех, как на всех людей так и влияет. А если имеете в виду на Аргентину, ну практически никак война не повлияла на Аргентину. А лично на меня, ну конечно, повлияла. А на Аргентину я не думаю, что как-то повлияла. Кроме того, что там, ну, изредка ходят забастовки, всякие делают, в смысле, митинги. Ну, украинцы там с этим самим, с русскими. У нас, кстати, русские, которые здесь живут, они в первую очередь бегут на митинг против своего посольства. Так что, то это да. Но это мало, редко бывает. В начале особенности это было. А так, в основном, никак не повлияло. Как оно могло повлиять? Это действительно далеко живем, никакого особого бизнеса там с Россией не ведется. Я так понимаю, я сейчас так наблюдал за этим, то особый бизнес тут стоит с Россией. В ООН, сейчас, когда голосовали по поводу выплаты денег в Украине, в Украине, Аргентина голосовала за, я смотрел таблицу позавчера за это решение, даже не воздерживалось. Есть ли, и я не слышу. Мне кажется, что сейчас больше смотрят на Америку, на Китай, на вот такое все. Когда-то, да, Россия там что-то строила, здесь то все, но уже давненько, даже до этого, она как бы так начала меньше сюда вникать. В последнее время, что такое было связано с Россией, то поставка вот против ковида вакцины, но после того, как они кинули, по-моему, дальше особо-то я не слышал по новостям, чтобы что-то такое с Россией тут делалось. Может, конечно, где-то вось-вось какое-то делается, я не знаю, просто я же особо за этим не слежу. Ну, а так больше никак, просто как люди разговаривают на эту тему, больше тут у нас своих проблем хватает, не из-за войны, скажем так. А почему кинуло? Потому что было много предвыборных всяких обещаний на поставку там и фабрики здесь пооткрываем на эту вакцину и то, и все, и первые дозы привезли, а потом с остальными дозами всем кинули, да и все. Ну и слава Богу, зато все потом модерны покололись, да и ходят, никаких ограничений нет. Никто не умер без этих доз. Так что нет, как правило, никак не повлияло. Те проблемы экономические, которые тут существуют, это существует из-за... Они бы и даже и вообще, если бы не было войны, никак бы, они бы такие самые были. Так, интересно послушать про мафиозный синдикат и их название. Чем занимается этническая мафия, про Бразилов, уже есть инфа, про Орентину нужно еще поискать. Ну ищите, если вам интересно. Мне, к примеру, вообще не интересно. Так, сколько стоит дешевый компьютер у вас? Где-то 250 долларов. Интересно сравнить. 250 долларов. Это сколько получается, 250 долларов. Ну, сейчас давайте так. Так. Давайте я вам сейчас скажу, сколько приблизительно стоит, ну, по ноутбукам. Сейчас я открою Mercado Libre на компьютере, напишу в ноутбук и скажу приблизительно, сколько стоит. Скажу, песок, на сегодняшний день реальный 300 песо, 1 доллар. Так. Сейчас я вам скажу. Так что пересчитать в доллары будете сами. Я вам скажу песок. Ну, смотрите. Ноутбук 14, экран 14 пульгат, 120 джига, маленький диск, 6 джига памяти, стоит 80 тысяч песо. Ну, это такое, подколка, это наподобие вот этого, что у меня тут для того, чтобы, ну, читать всякие там новости, можно. Так, ноутбук джига памяти. Даль, допустим, из Piron, уже экранчик побольше, 15.6 пульгат, микропрестсодор E3, 8 гигабайт памяти, диск солидо, ну, диск этот самый, 256 гигабайт, и с платой, с платой видео, с видеоплатой, 200 тысяч стоит. Ну, вот, посчитайте. То есть, самая дешевка, самая дешевка, ну, вот, 65, какой-то, типа, ну, чтобы гвозди забивать, там, в отпуск ездить, в палатке им ковыряться, то, вот, 65 тысяч, 70 тысяч. Такое, более-менее, на что-то похоже, 200 тысяч, вот, 249 тысяч, вот, 240 тысяч, АЧП. Ну, в общем, если такое, что чуть-чуть, двигался и для работы, то, в среднем, 200 тысяч. Если такое, чтобы имейлы читать, там, в чате сидеть, ну, то, 65-70 тысяч. Ну, смотря, кому для чего надо. Так что, на это я вам вот ответил. Сразу, какие цены на сегодня здесь. У вас АПЛИ дешевле, чем в Российской Федерации? Акейка, других фирм дороже. Из-за завода АПЛИ в Бразилии? Не знаю. Я не пользуюсь АПЛИ, мне как-то вот не нравится. Не знаю, почему. Есть люди, которые прутся от этого АПЛИ, 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 АПЛИ. А вот я не прутся от этого АПЛИ. Вообще никак. Ни по компьютерам, ни по телефонам АПЛИ не прутся, ни по их часикам. Не знаю. Мне кажется, лично в моем понимании, это сильно разбрендено. Оно столько не стоит, как его разбрендили. Хотя, у меня сын, к примеру, он прется от АПЛИ, ну а я нет. И даже вот взять телефон там Samsung последний и АПЛИ последний, там вот этот ихний, как он там называется, ну не знаю. Мы сравнивали, он купил себе последний ихний, я купил себе последний Samsung. Мы сравнивали, мне мое качество больше нравится. Ну все, что поделать? У каждого, конечно, свое, но мне мой компьютер, который у меня, нравится больше, чем любой МАК. А кто имеет МАК, и ему в жизни не докажет, что другой компьютер может быть лучше. Так что это на любителя. Ну, это лично мое мнение, лично мое мнение, что это сильно уж преувеличено, просто распиарено. Я бы, я не купил бы себе. помпы подешевею через год, потому что новая архитектура только появилась, и биток упал. А биток тут при чем, блин, до цены на компьютере. И вот что, из битков собирает? скулью. Так, Диана мне лайк поставила, спасибо. Так, рисун. Сколько будет стоить мастерская авто в аренду? Смотрите, я не скажу, опять же, опять же, на такие вопросы вам и никто и не скажет. Вы должны приехать и сами посмотреть. Мастерская, мастерская, рознь, это раз. Это какого размера, что у нее там есть, и все такое. Во-вторых, в каком районе, в ходовом районе или в том, куда люди будут бояться приехать на ремонт? Вот, то есть, тут вообще, как бы, даже, ну, как бы, скажем так, некорректный вопрос, никто вам на него не ответит. Вы, когда появитесь здесь, в том районе, где вы будете жить, походите, узнаете, сколько в вашем районе стоит мастерская. Есть районы, где люди гуляют и ночью, и днем, и дети ходят спокойно. А есть районы, куда, блин, после 7 часов полиция не хочет заезжать. Там сколько будет стоить мастерская авто? А сколько вам туда приедет, на ту мастерскую? Так что, это все совсем-совсем. Опять же, в каком городе? Что город Буэнос-Айрес, или это какой-то городок, там, не знаю, за 600 километров от Буэнос-Айреса. Вот я, к примеру, когда-то рассказывал, я поехал в Гуанами, и есть такой городок, он за 600 километров от Буэнос-Айреса. И еще там некоторые городки рядом. И вот мне надо было, у меня кондиционер не работал на старой машине, я думал подзаправить, или чтобы посмотрели, что случилось. Я потом нашел причину. Там вообще это было не в кондиционере вопрос, там был в вентиляторе вопрос. То есть, там в этой модели было, если вентилятор не крутится, то и кондиционер не включится. А он должен принудительно включаться. А там были подгоревшие контакты. И вот мне раза четыре в автомастерских меняли газ в кондиционере. И один даже рассказал, что надо запчастей всю систему разобрать и перебрать. А потом я сам нашел, что там просто контакты в вентиляторе, который на радиаторе стоит, были подгоревшие. И не контактировал. То есть, отрезал, напрямую соединил и заработала вся система. А перед этим четыре раза в мастерских меняли. Все перезаряжали, перебирали, перефиговывали, а оно нифига не включалось. То есть, шатнется, провод заработает, не шатнется, провод вентилятор не включится и кондиционер не работает. Одним словом, я не про то, я про то, что в отпуске ездил жарко и хотел заехать в мастерскую, которая мне посмотрела вот эту фигню, когда я еще не знал, что это. И оказалось, что в этих двух городках есть только один человек, который вообще занимается ремонтом машин. Больше нет ни одной мастерской ни в одном городке, ни в другом. И этот мужик ездит со своим инструментом на своей машине между двумя городками и все вот это обслуживает. То есть, вот, видите, бывает и такое, что в этом вообще дефицит. Он один на два целых городка ездит и обслуживает. Так что, как устроитесь. А поедете на какой-нибудь варне в Буэнос-Айресе, только там мастерская на мастерской стоит. Там еще, блин, за клиента убьют друг друга, потому что кому он заедет. Потому что их там один на одном сидят. Вот и цены оттуда получатся у кого как. Так. Интернет скоро будут убирать. Ну, может, это у вас будут интернет убирать. У нас вроде не собирается убирать интернет. А сварщики славяне есть? Не знаю. Думаю, что есть, наверное, где-то. необычная магазин понравился людям. правильно, потому что это так и есть. С одной стороны, было хорошо, что человек устроился сначала рабочим поработать, чтобы узнать. Но, с другой стороны, в этот овощной принес свой стиль. он посчитал, что если там так, типа в Европе, то и тут так. А оно тут нафиг никому так не надо. Тут, если ты не пороешься в ящиках, так это и не овощной. Нафиг он тут такой нужен. Это же не музей, блин. Так, сегодня в новостях сказали, что в Валентине сильная засуха. 70% земли пострадали. У вас что-нибудь слышно по этому поводу? Ну, я уже в начале видео это ответил. Нет, у нас никакой засухи. если у нас всех казали, так чёж, конечно. Вот. Так, подскажите, пожалуйста, слышал, что в Валентине фрилансеру хотят за жабры взять. Это правда, их давно взяли. Ни стоя не хотите, уже все давно взято. Я уже объяснял на эту тему, как фрилансеры могут получать реальные деньги. Если он пойдет легальным путем, то он будет получать только третью часть от тех денег, которые он заработал. Так, а где такая шикарная набережная, где вы сейчас? Я сейчас, вот вам еще шикарную набережную, я вам сейчас нахожусь в парке, это окраина Капиталь Федераля, вот тут цветут деревья, если вы видите красные цветы такие на деревьях, это сейбо называется, национальное дерево Аргентины, вот справа, слева, это целая аллея таких сейбо, вот видите, вон, аллея сейбо цветет, вот, это набережная реки Ла Плата, на той стороне находится Уругвай, этот парк называется Парке Делос Ниньос, детский парк, бесплатный, просто парчик, приезжаете, ставите машину на стоянку бесплатную, идете тут, ложитесь, отдыхаете, сюда приходят с семьями гулять, сюда приходят с друзьями, сюда приходят собачек прогуливать своих, можно спокойно с собачкой ходить, и здесь можно покушать, посидеть, отдохнуть, позагорать, порыбачить, ну, в общем, то, что захочет, то и делает, рыбу можете брать, некоторые думают, что это в парке нельзя рыбу брать, с этой реки можете брать, если у вас есть такое желание, я не рекомендую, но если есть желание, можете брать, то есть не запрещено, я это имел ввиду, так, у Подмосковья ночью снег выпал, лежит, не тает, нет, у нас с этим строго, у нас не разрешено снегу выпадать, сколько денег можно с собой привезти, лучше привезти, сколько влезет, вот сколько влезет, столько и везите, что не влезет, через крипту переводите, сначала надо знать язык, понимать сленг-менталитет, и тогда уже думать о переезде и П, а то впереди поезда многие несутся, могу сказать, что большинство бизнеса по русским меркам нафиг не нужно, ну вот это то, что я и говорил, что надо бы сначала понять ту страну, в которой вы собираетесь жить, и понять, что тут нужно, а что нет, а не привозить свои идеи и говорит, я здесь разовью, потому что вполне возможно, в большой вероятности, что это ваша идея, которую вы так кичитесь и думаете, что вы разовьете, получится, что она нафиг никому не надо, и что этой идеей будете страдать только вы одни, всем будет на это наплевать, и никто не пойдет, и этого не захочет, это как, пойдите аргентинцы, расскажите, у них нет соленой рыбы, у них нет копченой рыбы, я тут как накопчу, как продам, он пойди продай хоть одному аргентинцу соленую, тараньку соленую, вот, а это некоторые могут почитать, вау, какой бизнес, у них же этого нету, да, нету, потому что оно им нафиг не надо, надо вот как-то вот к этому привыкнуть, что не все ваши идеи, они интересны другим людям, что некоторым людям это им нафиг не нужно, самое такое простое высказывание, самое полезное, и чем быстрее это дойдет, тем больше денег сохраните. Так, скажите, встречали ли вы в городах, в селах ядовитых, ползучих, часто слышу от знакомых, которые были в Кордове, что очень много, и я был в Кордове, и не встречал, хотя видел, там таблички, что жакара, это самый, жакара, типа не сходите с дорожки, жакара, это гремучая змея, которая, это самый, труп-труп-труп, вот таким хвостом, тарабанит, и слышал ее в кустах, но я туда не лез, чтобы на нее посмотреть, то есть, в принципе, сейчас вот, к примеру, Энтрериос, вот именно в этот момент, сейчас вот весной, к примеру, Энтрериос, вы едете, видите траву, видите болото, там можно, там рыба ловится в этом болоте, потому что она ловится сейчас, допустим, тарарира, это на блесну ловится, но не вздумайте встать и просто так в штанах и в кроссовках пойти к этой речке через траву ловить там рыбу, почему? Потому что местный народ, кто не дурной, он оденет, во-первых, одни эти самые рыбацкие штаны из неупрена оденет, а потом поверх их оденет еще штаны резиновые, рыбацкие с сапогами, и только тогда пойдет, чтобы змея не смогла прокусить двое штанов. Он скажет, как мне говорили, лучше я сдохну от жары, чем умру от укуса змеи, потому что сейчас у них брачный период у змеи, и они там очень крутенько, блин, себе занимаются своими делами, а вы туда будете шастать своими лапами, так вас там покусают. Так что да, зверя у нас хватает, но если ты будешь себя умно вести и не лазить туда, куда тебя никто не просит, то, в принципе, ты от них не пострадаешь, и они от тебя тоже. И еще нельзя в Орентине убивать все, что шевелится, то есть в плане того, как я там снял таракана, мне, что ты ее не убил, что ты ее не убил, блин, потому что нафига, приучитесь, что все, что бегает, это не ваша еда, это природа. Тут не надо убивать каждую птичку, какую вы увидели, что ее надо догнать, убить, потому что вы ее съедите. Вы же не голодные какие-то варвары. Так само не надо убивать змей, не надо убивать всяких пауков, или если вы увидели на улице, блин, большого таракана. Ну да, у нас вот такие тараканы. Ну и что? Он живет на улице, он вам мешает, пускай себе летит. Вот, можете его покормить и отпустить. То есть надо приучаться быть немножко такими более, потому что вот я много вижу там, что ты рыбу выпустил? Чего ты, блин, ее отдал? Чего ты там, к примеру, блин, таракана не убил? А вот там заяц пробежал, а ты его не грохнул, не украл, или не убил. Блин, да мы не голодные, чтобы убивать все, что шевелится. Плюс опять же, вокруг тебя просто да, я рыбу ловлю, мне нравится. Когда надо, я возьму сколько, то не надо, не возьму. То есть тут даже люди не берут все, что наловят. Вот уже из тех же примеров, что я говорил, мы поймали, во-первых, мы выкидывали всю, которая считается маленькой, в океане, в океане. Во-вторых, из тех, что мы не выкидывали, мы поймали где-то около 60 килограмм. Ну, а взяли мы, наверное, ну, может килограмм 20. А 40 отдали просто людям на пляжу, они там раскупили, все, блин, отдали тем, которые чистят рыбу, они распродали ее на пляжу. Да и все. То есть не надо, приучайте, что Валентин не кидается на все, что, типа, пробежало, это его надо убить и сесть. Или хотя бы утащить, или хотя бы надкусить, как-то, знаете, в этой пословице. Не зим, то понадкусывай, блин. Нет, не надо тут ничего, не зим, не надо тут ничего понадкусывай. Тут все должно вот быть. Потому тут оно и есть. Потому что его никто не изничтожает просто так, как у нас называется альпедо, то есть просто из дури своей. Потому оно еще и существует. Так, так что змеи есть, надо быть осторожными. Есть и крокодилы, тоже надо быть осторожными. Могут укусить за одно место. Так, спасибо, здравствуйте, Лене, доброго дня. Подскажите, пожалуйста, востребованы ли услуги по ремонту мобильных телефонов, поклейка дисплея, пайка контроллера, ремонт. Смотрите, да, 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 это востребовано. Этих сервисов тоже много. Не скажу, что их нет. Но и телефоны у каждого один-два, блин. То есть, это очень даже востребовано. И есть, и славяне держат такой сервис, и такие магазины, и у них я видел других наших славян, которые работают, и они в компании с другими держат, и аргентинцы это держат, и найти такую работу вы найдете, потому что не каждый может это делать. Так что да, это я бы сказал, что с этим вы работу найдете. Да, уж лучше найти маленькое жилье и дешевое, а потом найти что-то лучшее за те же деньги, чем въехать в элитку на годы, и потом да, я вот тоже этого придерживаюсь. То есть, пока ты не зарабатываешь, я бы не рекомендовал тратить бабло, которое у тебя есть, потому что оно может кончиться быстрее, чем вы себе, блин, глазом моргнете в Аргентине, во всяком случае, а заработать ты будешь не знать где. Ну, не у тех, которых там дома, блин, фирмы, у которых дома целое правительство на них работает, пересылает, как только для простых людей. автокондиционеры пользуются, очень даже пользуются. Все, что связано с кондиционерами, с телефонами, все это пользуется. Я же в своем стриме вначале и рассказывал именно кондиционеры, ну, вот автокондиционеры. Сами подумайте, у нас жарище, у нас жарище. Я вот сегодня только выехал, в 8 утра я уже включал в машине кондиционер. Конечно, пользуется, 100% пользуется. Даже необязательно большущую мастерскую вам открывать, там, как денег не хватает. снимите хоть гараж на улице, у кого с выходом на улицу и машины, которые на ремонт приезжают, просто на улице, на тротуаре останавливаются и им оставляют, а они там ремонтируют и все. Даже такие есть люди с маленькими совсем мастерскими. А в том гаражике, в котором он снял, там такой инструмент у него лежит, пользуется. И у нас было раньше там всякие музыкальные колонки повставлять, вот. И кондиционеры это вообще, как горячие пирожки. Это же страна, горячая. Здесь будет и 40, и 35 градусов. Как ты без кондиционера? Да ты лопнешь, ты никуда не проедешь, а здесь расстояние то здоровое, кондиционеры должны работать у всех. И это, конечно, очень популярная вещь. Как снять в три раза дешевле? Искать надо. Искать надо. Ну вот, про телефоны также ответили, да. Так. Так. кто-то снимает в центре студию за 130 евро в обычном доме и плавает море а кто-то за 600 евро двушку с охраны и бассейном так и есть с аргентинцами общайтесь блин вот я вот подсказы подсказка что прямая общайтесь не своих виртуальных сообществах общайтесь ходите в мир аргентин и общайтесь с аргентинцами подружитесь с одним с другим с третьим кто-то подскажет где у него есть какой знакомый у кого снять переподскажет все это будет между своими будете такой шарится разводить друг друга блин будут тот приехал на месяц раньше разводит того что приехал вчера блин тот того кто приехал на два месяца раньше то есть и разводят на тех вещах которые принципе можно сделать самую бесплатно блин что самое прикольное я жарю хоть бери попкорн жуй наблюдать за этими чопиками той смысле чатиками сколько стоит мобильный интернет в аргентине у вас 4g интернет более дешевые операторы смотрите да у нас 4g интернет и все стоит там от количества гигабайт сколько вы заказываете так что все по-разному все по-разному и планы разные там у нас нету безлимитного мобильного интернета у нас вот сколько ты там заказал 3 гигабайта 5 гигабайт допустим меня очень большой который самый больший который есть это 25 мегабайт в месяц ну и плюс можно докупать ну потому что я вон сижу вот этот транслирую вам она для этого не нужно я вон сижу в парке транслирую с этого так кстати у меня там 30 процентов батарейки осталось на телефоне также когда она сдохнет трансляция закончится вот она конечно попробовать чем-то подзарядить у меня с собой power bank есть не знает тогда мне придется отключить микрофон и тогда она будет шуметь они хватит стоит быть 6 часов смотреть эту брансляцию потом ну вот тут люди тоже подсказывают я говорю карантинцам обращайтесь вам будут подсказывать если вы подружитесь если покажете что вы как говорят хотите это еще а если между собой вы будете разводить друг друга так у вас в аргентине все права гомосексуальны бисексуальны трансгендерные граждан защищены есть брак для однополых пар все критерии как ну да ну и что и кому это мешает я не знаю кому вообще мешает вот это что кто-то там с кем-то хочет блин как бы пожениться мне как-то вообще по барабану хотят люди быть блин гетерами херетерами кем они там хотят быть кто там с кем хочет жить допускай себе живут они мне не мешают и не мешай и все до варентине так варентине все это разрешено можете даже там себе выбрать любой пол документе типа чувствуешь себя так скажи что ты такой и пускай тебе поставят что ты женщина мужчина ну это прикол такой господи люди есть такие есть они же не мешают я не знаю чего вообще с этого состроили такую дикую проблему блин вот это там сидят и постоянно слушают там родитель 1 родитель 2 это такая проблема вы же не это вы же не то по моему это вообще дебилизм обсуждать вот эту тему есть такие люди есть они нам вообще не мешают никак лёня а пластинку нужно поменять одно и то же больше говорит что ли не о чем ну так давай задавай вопрос да и поменяем чем прикол то блин я же отвечаю на то что меня пишут одно и то же напишут что-то другое спросят и одно другое отвечу у вас скоро лето потому жарко у нас жарко начиная с весны и со средины весны и практически до зимы у нас жарище так что у нас жарко все время будет тоска не видео ну так и не смотри ну кто ж блин заставляет я не пойму чем в интернете больше некуда смотреть кроме как на эту тоску а мне не тоскливо я тут сижу на он слушаю попугаев блин обсуждаю с вами какие-то дела смотрю он на реке вытаскивают рыбу блин не знаю может кому тоска мне не тоскала смотрите все побежали посмотреть какую рыбину сейчас вытащит видите он толпа собралась дети побежали там сейчас будут таскать большую рыбину вот так же не знаю может кому тоска мне прелесть лежишь свежий воздух 25 градусов тенечки над головой попугаев впереди нормальные зрители ну есть пару дурочков дурочков все остальное хорошо так что у меня лично тоска не бьет он ведь я у других он не теле идет какая-то стране какой тоски у нас нету здравствуйте я завтра вылетаю очень же встречи давайте прилетайте так чё тут еще тут про барселону так дальше так тут ему ответили чтоб не спамил металлургийские заводы в арентине есть думаю что есть наверное у я же не металлург и сам лично их как бы не видел привет приветик так как арентинцы могут инвестировать в рынок акции там можно открыть брокерский счет банки есть брокерские компании популярно ли это да популярно и есть брокерские компании и через банк тоже можете вложиться в какую-нибудь компанию так что и то и то есть биток влияет на цены на видеокарты блин ни на что твой биток не влияет честно скажу это может у вас он влияет на цены на видеокарты у нас от битка цены видеокарты по любому не никак не туда-сюда не скачут это все сказка большая до трохи влияет но не у всех скажем честно вы еще расскажите что у вас блин газопровод влияет в аргентине на свет это тоже самая фигня вот так стату жилья бывает для туристов так но тут просто жилье уже блин как бы точно уже трошки нудно сейчас посмотрим что-то более интересное есть так там день а у нас 17 темный вечер настал нет у нас сейчас вот данную секунду 1153 то есть один часов 53 минуты я сегодня сейчас поеду после этого уже скоро будем ну еще есть батарейка скоро будем заканчивать поеду поищу себе накладки для тормозов диски для тормозов знаю сколько стоит сервис тормозной надо до сезона тормоза поменять чтобы вообще было круто потому что начинает пару раз уже подсвистывать а знаете когда подсвистывает тормоза почему они свистят вообще я раньше тоже не знал примеру на накладках вот этих которые какого-то они там материала забыл уже как называется вот эти накладки еще диск прижимает на них есть такие железные такие штучки пластинки железные они так до половины накладки там или до 30 процентов так вот выгляда эта накладка вот так и потом когда она стирается накладка уже до того размера что ее надо менять то вот эта железная пластинка начинает дотрагиваться до крутящегося диска и это создает свист такой типа металл об металл это как сигнал водителю что ему надо менять накладки и вот первый раз я менял только накладки я диски оставлял а вот второй раз как который сейчас мне уже начали подсвистывать надо менять и накладки и диски уже то есть соответственно я уже сегодня буду на эту тему смотреть потому что наступает лето летом хочу погонять как говорят по аргентине и мне для этого нужно чтобы уже как бы самки всякие мотор все остальное я уже все эти все сервисы прошел а вот осталось только вот эти вот тормоза с накладками чтобы подсвистывали так спасибо за ответ а кем ты работаешь какой у тебя доход там не скажу просто для прикола не скажу он начинает вот это а ты я какие у тебя день я какой тебе доход такой хочу такой имею вот ребята на моих видео уже миллион разных вопрос ответил а так просто таким нахальным который сколько у тебя денег сколько у тебя жён а ты чё сегодня купил не потянет так просто надо по-нормальному написать вопрос на нормальный вопрос будет на нормальный ответ так я татуировщик сложно будет устроиться по аргентину ничего не знаю татуировки у нас любят скажу так у нас люди очень татуированы так что я думаю что найдешь если хороший татуировщик устроишься так вот вообще какой уровень жизни валентине в среднем если большое разделение общества по доходам там смотрите до этого до этого большущего разделения по доходам ну как оно есть но в общем скажем так до этого момента пока что существовал хороший средний класс то есть были богатые были бедные но и был хороший средний класс конечно сейчас экономика немножко такая жопа и средний класс больше переходит в бедный класс вот ну мы что-то надеемся надеемся что после выбора в следующем году наверно все-таки средний класс вернется в средний класс вот такие надежды есть но пока на данный момент еще средний класс есть то есть не то что прямо все или бедные или этот нет если не очки которые имеют свои фирмочки магазинчики отельешки маникюрчики и парикмахерские и они в принципе могут позволить себе сходить в ресторанчик съездить в отпуск куда-то там что-то прикупить то есть не все прямо там бедные бедные ходят это или богатый там за задрал носа и летает на своих частных самолетах то есть все-таки средний классики у нас варенькине еще пока тут-ву-тву присутствуют и есть и это хорошо потому что все-таки есть куда как бы хотя бы не так грустно скажем честно то если бы все были только богатые бедные это было совсем грустно как-то а рыба с поврежденной губой погибает 80 процентов случаев это знают все кроме рыбакова я с этим не согласен вы даже не видели рыбу который блин полбока бывает другая щука другая рыба откусит и чё-то она блин плавает уже там еще долго и нудно или покалеченная нет не погибает это развод тем более с проколотой губой уж точно не погибает если вам ухо проколоть сережкой вы же не погибаете ну вот так сама рыба погибает с проколотой губой здравствуйте машин в машине ночью городе спать запрещено нет не запрещено я так понимаю машина в машине нет не запрещено если вам хочется берите да спите вот другой вопрос захочется ли вам там спать в машине но такого чтоб запрет такой я не слышал такого так доня я наоборот раша ориентина свободная как и граждане ой спасибо очки спасибо очки так я тоже ориентина это супер мне тоже нравится так добрый день расскажите пожалуйста про цель владения автомобилем страховки номера и так далее это я в начале видео рассказал честное слово вот у меня уже была такая вопросики я на него ответил в начале этого видео так это видео вижу наверное идет очень долго ой 2 часа 45 минут у меня батарейки осталось 25 процентов плюс наступило через минуту будет 12 часов поехал я по магазинам автомобильным ребятам спасибо за внимание пишите свои вопросы ки я так прикинул что надо почаще выходить стримчики такие и лето жарко можно будет постримить так что во первых пишите так вопросики и во вторых следите за подписывайтесь ставьте лайки и можете в телеграм-каналчик подписаться там есть леонид тима поищите аргентина там можно я туда перед тем как стрим начинается сразу ссылочка только шлепит там сразу усвечивается что телеграм-каналчик и побудет стрим и будем общаться ну а чё нам блин ни одну же войну обсуждать я понимаю что когда там разговаривать про войну там сразу на стриме херва гора народу все набежали все же все же это понимает в этом деле в этом мало кому там аргентина надо кроме тех которые свалить хотят или тех которые хотят спокойно жить вот так вот загорать были сидеть себе были да и все так что смотрите я вам немножко показал шоу южной америки тоже можно немножко жить так что не забывайте подписывайтесь и ставьте в телеграм чик там быстренько как бы и такие сообщения происходят тоже потому что мало ли у вас там позакрывали всякие фейсбуки не старом и еще какой-то хрень позакрывали все а телеграм пока вроде открытый пошукайте там не интима или тут в настройках канала посмотрите как телеграм где-то есть там ссылочки вот и будем общаться хорошо спасибо за стрим по поводу авто буду пересматривать ваш стрим всего хорошего пересмотрите там правда именно этот вопрос мы обсуждали бы мне уже такой вопрос один человек видео написал сколько кроме цены на авто сколько все остальное стоит я там все как раз рассказал видите как у нас на роду идет партик отдыхать вот так рыбаки и рыбаки и зонтиками с удочками с термосом для еды с ящиком для этого самого для с рыболовными причандалями и вперед кто в аргентине не забывайте смазаться кремом против загара ну не против зара в общем чтобы не погореть уже надо с утра иначе будете вы у нас как и мясо на париже пока на рот